Бумага просто, пищей. Положим вот там на столик. Хорошо, так блокнотики только не избранные. Здравствуйте. Ну, честно говоря, я очень рада видеть нас всех, потому что сегодня мы продолжаем. Обычно второй день самый достаточно трудный. Люди приходят сонные, а я смотрю на всех вас, а вы совсем не сонные, и вы такие красивые и замечательные, то я думаю, что этот день у нас пойдет в какой-то такой драматургии, которую мы еще даже не знаем, какая она прекрасная драматургия. Итак, сегодня начинает наш день Ксении Демиткина. Москва. Русская печать о деле Корнировой. Всем доброе утро. Я хотела бы поговорить не столько и не сколько о достоевском писателе, сколько о достоевском журналисте. Если, я думаю, многие сегодня были на экскурсии утренние, но как раз очень коротко сказали о том, что Достоевский очень пристально всегда изучал судебные дела. Собственно, об одном из этих судебных дел мы сегодня не поговорим. Это дело Корнировой, которое слушалось в Петербургском в суде 15 октября 1876 года, и сводилось оно к тому, что молодая женщина, собственно, Камилова выбросила из окна свою маленькую пальчевицу. Достоевский узнал об этом происшествии из заметки в газете «Новое время». И после прочтения этой заметки в его записной тетраде появились следующие записи. Выбросила пальчевицу. Девочка спаслась чудом из четвертого этажа. Неужели это оправдывает мачеху? И еще одно. Афект – страшное слово. Среда заела. Неужели избавляет от долга? Мы вчера немного коснулись вопроса среды, так вот, собственно, здесь Достоевский продолжает эту тему. Дело в том, что в 70-х годах XIX века, как раз после судебной реформы, когда судебные заседания стали открытыми, очень много оправдательных приговоров судами-присяжными было вынесено именно по причине того, что адвокаты оправдывали своих клиентов именно вот этим вот среда заела. Достоевский категорически против такой формулировки, потому что он ставит личную и персональную ответственность человека выше каких-либо обстоятельств. И в этом, собственно, так он трактует глубинную суть христианства по большому счету. Поэтому первая реакция Достоевского на это происшествие выполняет сна. Но чуть позже он пишет статью господин защитника Великанова, уже есть про другое совсем судебное дело, и очень гордко объясню, чем он заключался. Часто молодая женщина в борьбе ревности полоснула по горло бритвой жену своего любовника. И жена выжила, женщину помиловали, поела, собственно. И Достоевский разбирает пределы, сетует на примитивность приемов адвокатуры. И как раз вспоминает то самое дело Кормилы, о котором мы сейчас говорим. Вон мальчика недавно выбросила из четвертого этажа свою шестилетнюю пальчерицу, а ребенок встал на ножки, но совсем невредимый. Но неужели это сколько-нибудь изменяет жестокость преступления, и неужели эта девочка ровно-таки ничего не потерпела? И тут же поступок этого изверга мальчихи слишком уж странен. И может быть в самом деле должен потребовать тонкого и глубокого разбора, который мог бы даже послужить к облегчению преступницы. То есть смотрите, что происходит. Достоевский все еще обвиняет Кормилову, но уже чувствует, что в этом деле не все так просто. И в октябрьском выпуске «Дневники писателя» 76-го года, когда Кормилову уже на тот момент приговорили к каторге на 2 года и 8 месяцев и пожизненные ссылки в Сибирь, Достоевский публикует статью «Простое немудренное дело», где подробно этот вопрос анализирует. Что происходит? Писатель, сформулировавший мысль о слезинке ребенка, 4 года спустя написавший братьев Хромановых, встает на сторону женщины, которая выбросила из окна свою пачевицу и просит пересмотреть дело. Вопрос, почему нет. Первый аргумент, который приводит Достоевский публикует, на момент совершения преступления Кормилова была на 4-м месяце беременности. Этот факт в той же самой заметке в новом времени никак не был прописан. А это, по-моему, Достоевского незаконнейший повод оправдать судимую. И он, собственно, вводит вот это понятие «отех беременности». То есть это как раз такой медицинский диагноз, а не то оправдание, о котором он чуть раньше говорил. Второй аргумент. Ссылка Кормиловой в Сибири автоматически расторгает брак. Расторгается брак. Без... снова без матери остается девочка. Ну, это отдельная тема. Еще нерожденный ребенок Кормиловой, которому она беременна, тоже остается без семьи. И, в принципе, по мысли Достоевского, суд должен охранять святыню семьи. Семья для Достоевского – это очень высокий. И третий аргумент. Достоевский убеждал, что Кормилова раскаивается. Она донесла на себя сразу. То есть буквально она выбросила девочку за окна и как будто не в своем уме пошла тут же в полицейский участок самому на себя доносить. И точно так же взяла на себя всю вину позже, полгода спустя, на суде. Полностью это свою вину признала. На этой статье открытался чиновник Министерства юстиции Маслеников. Молодой человек был большим почитателем Достоевского. Написал Достоевскому письмо. Просьба обязательно добиться свидания с Кормиловой. И со своей стороны обещал ему всяческую поддержку. Достоевский пишет, идет даже точнее к прокурору. Просит свидание, свидание, несколько свиданий он получает. Идет сразу же к Кормиловой. И все закрутилось, завертелось. Достоевский пишет в ответ Масленикову следующее. «Признаюсь вам, что я был необыкновенно изумлен результатом свидания. Оказалось, что я почти угадала в моей статье буквально все. И муж к ней приходит, плачет вместе. И даже девочку он хотел привезти, да из приюта ее не пускают, как с печалью мне сообщила Кормилова». Достоевский добивается повторного услышания. Меняется состав судебной комиссии, меняется состав присяжных в суде. И судебное дело заканчивается оправданием Кормиловой. И это был первый случай, когда журналист подвинял на пользу дебное дело. И Достоевский по следам пишет статью оправдания судебной Кормиловой. И получает отклик на эту статью. С ним в поле поступает некто наблюдатель. Так написался автор в «Северной висне». К сожалению, кто такой наблюдатель, выяснил, например, того. Говорит, до него на самом деле 33 наблюдателя. Ни один из них не подходит ни по тематике, ни по хронологии. Наблюдатель пишет Филиппу «Беседа», где достаточно резко и очень саркастично называется о всем этом мероприятии и о участии Достоевского в нем. И он криминирует Достоевскому излишнюю впечатлительность и излишнее воображение. И по его мысли до суда доходит такое небольшое количество преступлений над детьми, что сам этот факт уже является достаточно веским основанием для того, чтобы приговор был неоправдателем. В чем тут главное расхождение? И об этом, как мне странно, пишет сам наблюдатель. Он сам признается. «Я смотрю на дело проще». Тогда как Достоевский с того и начинает, что данный поступок странный и должен потребовать тонкого и глубокого разбора. Даже тот же самый медицинский диагноз «Оффект беременности», на который правомерно абсолютно указывает Достоевский, наблюдатель просто игнорирует и считает, что это просто какие-то выдумки. И всю первую главу уже декабрьского дневника писателя Достоевский, а это 6 статей целых, Достоевский посвящает полемике с наблюдателем. Опять же вопрос «Зачем?». Кормилову оправдали, она в семье, все в порядке, все хорошо. Зачем Достоевскому ввязываться в эту полемику с человеком, который даже не знал, кто это? Дело в том, что Достоевский, опять-таки, возвращается к вопросу ответственности. Он считает себя ответственным за судьбу Кормиловой. Она после всего того, что она пережила, только входит обратно в нормальный ритм жизни. И тут ей снова вспоминают этот грех. Мне тут очень нравится цитата Волгина по этому поводу. «Он, Достоевский, использует все свое влияние для защиты подсудимых Кормиловой. Все это вытекает не из каких-либо религиозных или иных умозрений, а из естественных склонностей его натуры. При всей замкнусти характера Достоевский в своем общественном поведении открыт вовне». Главное, собственно, на что уверяет Достоевский, это искажение неточности его наблюдателя. За не менее времени приведу очень короткий пример. Выражение «ну живуче» наблюдатель приписывает Кормилову. Я думаю, она выглядела девочку за дна, посмотрела, сказала «ну живуче» и с абсолютно спокойным выражением лица пошла по своим делам. На самом деле это выражение... Ксения, простите. Время. Это выражение было... Сказал это один из экспертов, по сути. Заканчиваю. Увы, мы не знаем, правда ли была бы такая идиллия, которую рисовал Достоевский в семье Кормиловых, потому что он спустя получил письмо от мужа Кормиловой с тем, что Катерина Прокофьевна скончалась. Но сам факт этих статей Достоевского, на фоне того, что остальные очень крупные издания эту историю проигнорировали, и русские вестники, отличные записки, говорить, на мой взгляд, именно о том, что мы можем сказать, что Достоевский был начальником той социальной и политизированной журналистики, которую мы сейчас имеем. Спасибо. Есть и вопрос. Ксения, вот смотрите. Вы говорите, да, как бы Достоевский тот, кто выдумал сам концепт «Слезинка ребенка», и вдруг он встает в помощь эту мать. Ну, я чуть-чуть к мужу сжимаю, да, в вашу фразу. Вот. Ведь Антон, в «Братьях Крамазовых» концепт «Слезинка ребенка» — это концепт Ивана Крамазова. Вот. А Достоевский как раз показывает вот эту вот круговую рену. Если мы посмотрим на детей в романе «Братьях Крамазовых», то они там все виноваты, они вообще все убийцы. Там нет ни одного не убийцы вообще ребенка. Вот. То есть это ведь вы как бы приписываете то, что в сознании, вот этот штамп сознания, вы как бы переносите. А зачем вам это надо? Потому что вы хотите показать как раз именно тонкую работу душевную, которую достаточно прорезирует в отношении каждого человека, с которым он сталкивается. Вот. И ведь про Крамилова, она ведь вообще там в книге писателя в очень интересном соседстве находится. Потому что как раз в середине, или вернее перед окончанием, перед тем, как сообщить об окончании Дели Крамиловой, он пишет «Сон смешного человека». И «Сон смешного человека» это в том числе вот эта вот история о девочке, да, которая, собственно, переворачивает всю жизнь о смешном, и которую он сначала отталкивает, а потом находит, и именно с этой девочкой-то я нашел, с этого начинается вот эта его новая весть о Краме. И буквально после этого идет еще раз там о девочке под судебник Крамиловой. Вот. Из девочек писателя вообще такая вот такая очень тесная дядь, и этот вот сюжет «Сон смешного человека», который вполне можно рассмотреть именно в применении Дели Крамиловой, ну, в этой перспективе, он чрезвычайно важен, потому что он на самом деле показывает, как Достоевский вообще относился к любому преступлению, и как он, так сказать, и что он в данном случае видит вот в этой истории с Крамиловой. Потому что девочка одновременно – это и та, которая выброшена из окна, да, но девочка – это и вот эта двадцатилетняя мачеха, которая оказалась виновата в своей вине, что вы знаете. Вот. И для него важно не сказать там вот чудовищные взрослые убивают там невинных детей, там или противные дети портят жизнь бедным взрослым. Ну вот. А для него каждый раз он видит человеческое лицо, а не вот эту вот группу, да. Вот что ведь тут важно и что как бы существенно. Вот. Поэтому вам совсем эти штампы-то не нужны. То есть вы просто ими даете вот этому обыденному сознанию, в котором эти штампы существуют, дальше катить по своим рельсам, да, и не поворачивать на те довольно тонкие моменты, которые вы там у себя отмечаете. И вообще посмотрите, вот пошире вот этот контекст. Делать корнилые для них и писать, да, там очень интересные вещи. Вот. Так что спасибо вам, что вы этим занимались. Спасибо. Спасибо. И действительно достойчиво первые социальные журналисты еще в России, кроме всех прочих слав. А можно еще у меня вопрос, да, скажите, пожалуйста. Вот вы отослали нас, кстати, Волкова, как к тому, что вас, Волгина, да, извините, так, Игоря Волгина, к тому, что вам это очень нравится, да. Ну, и там, а там же, кстати, идет разделение. Не, это вот не результат там философских его и мировоззренческих там каких-то вещей, а вот его естественные поры. Тогда у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вообще это о Достоевском? Потому что, вот, это вы не оговорились, это вы в самом деле так думаете, что это вот там естественный порыв, а вот там мировоззренческая и философская... То есть это все отдельно. Что это отдельно. Или я просто так поняла некоро. Это как раз, что называется, все мировоззренческое и религиозное вытекает из его... В его естественном порыве. Да, да. То есть тут мы можем поставить... Да, конечно, это... Да, то есть это не то... Ничто, как бы это тождество... А мне кажется, что у Волгина как раз по-другому. Возможно. Ну, по-другому. Да, да, потому что у вас совсем противоречит тому, что вы говорите. Видите, я как раз поняла так, как я хотела понять. Да, да, вы перечитайте еще. Мне кажется, что там немножко о другом. Да, спасибо. Уточнение вот к вашим вопросам. Ну, просто, возможно, я ошибаюсь, но ведь в этом же письме Масонникову, да? Татьяна Александровна, вы как-то... Про Иерусалим? Про Иерусалим. Да, просто дело в том, что это как раз говорит о том, что Достоевского религиозно и, естественно, никак не может противоставляться. Для него это один сплошной текст. Так, я, правда, поясню буквально два слова. Собственно, вот то письмо, которое... Масонникову, оно такое очень практичное, он говорит, что мы сделаем то-то, то-то, сё-то, сё-то, напишем тому-то, сходим туда-то. И вдруг он заканчивает просто абсолютно резко. Я даже выписывала Света. В Иерусалиме была купили, но вода... Это мы знаем, да. Спасибо. Это потому что центральное, действительно, письмо для... Вообще, потому что, когда я читала тему доклада, я думала, что вы с этого начнете. Вот, и туда вот пойдёте в этот. Ну, спасибо, всё равно очень. Мне, к сожалению, приходилось чуть-чуть душевное, потому что я понимала, что я не укладываюсь. Спасибо вам большое. Валерия Васильева, Павла. Перчатки на руках героя романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», предмет гардероба и художественная деталь. Итак, срок перчатки происходит от древнерусского «рукавки перчаток», что в переводе означает «руковицы с пальцами». История перчаток насчитывается уже несколько тысячелетий. В древности люди оборачивали руки, чтобы согреться. В древнем Риме перчатки надевали, чтобы не обжечься, так как в столовых приборах ещё не было, и в них не дали руках. В средние века в преддворные лица носили перчатки в знак отличия от простудения. В преддворе молодой Елизаветы в XVI веке перчатки становятся модным аксессуаром. В покое коронелы было запрещено входить без перчаток. И в другие испании высоконоставленных лиц нельзя было входить голыми руками. В преддворении мастера по изготовлению перчаток становились на одну ступень с ювелирами. Наполеон тоже вёл их в моду. Все его приближённые должны были входить к ним в кабинет в модных перчатках. Риме Ратор был большим любителем кожного литерей. Его гардероба насчитывалась до 240 пар различных перчаток. Он пристрастил к хорошему вкусу весь французский борт. В Англии начало XIX века были сформулированы правила истинного джентльмена. Одно из них гласило, что он должен надеть перчатки не менее шести раз в день. Для каждого знаменательного события предназначались перчатки определённого цвета. Перчатки чёрного цвета было принято надевать на травму мероприятия. Жёлтые – на охоту, а в белых приходили на бал. Если бы дама или кавалер в XIX веке пришли в оперов и надел белые перчатки, то упали бы в глазах всего общества. Коричневый, синий, серый, тёмно-зелёные цвета в середине XIX века считались самыми респектабельными цветами перчаток для города. В гардеробе Фёдора Михайловича Достоевского перчатки были неотъемлемым атрибутом. Он всегда тщательно подходил к их выбору. С перчатками связано множество событий, которые описываются в ненеках самого Достоевского и его жены Анны Григорьевны. Очень часто в её воспоминаниях описаны события, где перчатки становятся причиной конфликтов, между супругами, особенно в записях о начальниках семейной жизни. Одна из главных, где Анна Григорьевна, нажили заворачивать первое супружеское слое, и её причина как раз становятся перчатки. Сначала Достоевский говорит, что перчатки Анны Григорьевны дурные, затем при покупке новых перчаток он недоволен её выбором и обвиняет в безкусице. Свои же сиреневые перчатки Достоевский часто теряет из-за клавки, а Анна Григорьевна всякий раз их ему поднимает. Но потом они теряют и насовсем, о чём очень жалеет писатель. Эти перчатки у него с незапамятных времён. Тем не менее, он их никогда не надевал, а только держал в руке. Читая роман «Преступление и наказание», я заметила, что точно такие же сиреневые перчатки у Петра Петровича Лужина. И так же, как и Достоевский, он не надевает их, а носит в руке. Итак, даже прелестная пара сиреневых, настоящих журниловских перчаток, свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для параду. Конец статы. Он весьма преуспевающий юрист, жених Абдотти Романова Раскольникова. Весь его наряд, в том числе и перчатки, говорит о подготовке к знаменательным событиям, свадьбе. Лишний вид этого героя вполне соответствует его внутреннему миру. Это эгостичный человек, который во всём ищет выгоду. Пётр Лужин – русская разновидность французского буржуа. В зимних заметках о лейких впечатлениях Фёдора Михайловича Достоевского. Есть статья «Опыт о буржуа». Там писатель подробно рассказывает о буржуа. Цитата. «Прежде хоть что-нибудь признавалось, кроме денег. Так что человек и без денег, но с другими качествами мог рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение. Ну а теперь – не-не. Теперь надо накопить денежки и завести как можно больше вещей. Тогда и нужно рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение. И не только на уважение других, но даже на самоуважение. Иначе нельзя рассчитывать». Конец цитаты. «Странный человек этот буржуа провозглашает прямо, что деньги есть высочайшие добродетели и обязанность человеческая, а между тем любит поиграть высшее благородство». Конец цитаты. «Именно такую позицию занимает Лужин. Деньги и статус в обществе для него главные». Цитата. «Да и вообще Пётр Петрович принадлежал к разряду людей, по-видимому, чрезвычайно любезных в обществе и особенно претендующих на любезность». Цитата. «Одной из чертов лужуа является подражание, желание быть похожим на аристократов. Лужин является истинный буржуа, но тоже всячески пытается быть похожим на людей большего круга. Именно поэтому в описании его внешнего вида так часто используется эпитет «Нолгий». Цитата. «Все платье ему было только что от портного, все было слишком новое, щебельская, налёхонькая, круглая шляпа, перчатки на показ». Перчатки лужина – это та художественная деталь, которая показывает его как истинный буржуа. Противоположностью лужина является окраде Ивановича Светригаева, натворение из бывшей шуры и бывшего общества. Внешний вид его довольно приятен. Цитата. «Был бы щегольский и комфортно одет, а выки были в свежих перчатках, в особенности щеголявого бельё. Конец цитата. Этим он очень схож с лужиной, но в описании внешнего вида Светригаева употребляется ведь свежий, а не медный. У Аркадии Ивановича есть адистократические привычки. Перчатки он носит всегда, а не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Ему не нужно было кому-то подражать, для него такая жизнь привычная». Цитата. «Не ведь то, что он называется, и без связи». Цитата. «Да и вообще у нас в русском обществе самые лучшие манеры у тех, которые биты бывали. Заметили вы это? Это ведь я в деревне теперь опустился». Конец цитаты. В отличие от скупого лужина, для Светригаева деньги не имеют такого значения в жизни. Он наоборот их раздаёт. Достоевский противопоставляет этих двух героев, тем самым не только отмечая душуазность лужины и аристократизм Светригаева, но и соединяет этих героев в некую антиномию, два полюса, которые, отталкиваясь друг от друга, практически друг друга ненавидят, выбирают и преследуют одну женщину, Авдотью Романовну и Распольникову. Авдотья Романовна была замечательно хороша собой, высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, гордая девушка с бедой семьи. Такой предстоит перечитатель Дуни Расконникова. В описании Дунички Достоевский выделяет перчатки как очень важную деталь. Цитата. «Дуничка тоже оделась. Перчатки на ней были не только заношенные, но даже изодранные». Конец цитаты. Нельзя не заметить эту нарочитую почетность эпидетов. Новые, свежие, заношенные и даже изодранные. Но при этом, несмотря на такую бедность в одежде, выглядит она как королева, что сразу замечает разумихи. Цитата. «А между тем, эта явная бедность костюма даже придавала обеим дамам векопорода особенного достоинства, что всегда бывает с тем, кто умеет носить платье». У нее тоже есть черты аристократизма, ведь она надела перчатки явными для того, чтобы сохранить руки от холода. На момент его приезда в Петербурге стояла жара. На первый взгляд, аристократизм Лилучки это следование самой лучшей манеры. Лилучка носит перчатки, несмотря на бедность и унизительность положения. Однако один из самых примицательных героев романов Аркадий Лаврович Сутриканов при разговоре с расстройником увидит и признает в ней высший аристократизм, аристократизм духа. Цитата. «Не всегда вы уложали с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей эры, где-нибудь дочери владетельного князька или там какого-нибудь правителя, или фоконсула в Малой Азии. Она без сомнения была бы одна из тех и уж, конечно, бы улыбалась, когда тех, которые претерпели мученичество, выезжали грудь с калеными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а в четвертом и в пятом дниках ушла бы в Гимбинскую пустыню и жила бы там в тридцать лет, пытаясь корейными восторгами видениями. Сама она только того и жаждет, и требует, чтобы за кого-нибудь какую-нибудь муки поскорее принять. А не дали ей этой муки, так она, пожалуй, в окно выскочит. Конец партик. В результате анализа такой художественной детали, как перчатки, возникают две градации в создании образа героев. Нисходящая по имени эпидетов, новые, свежие, заношенные и восходящие в характеристиках героев. Подражание аристократическим манерам, аристократическим манерам, аристократическим манерам. Спасибо. Можно? Можно. А вот, мне кажется, чуть-чуть не договорили или не досмотрели. Потому что вот привели эту цитату и как бы естественный был бы следующий шаг в последнюю вашу, да, буквально? Потому что вот эти изодранные перчатки, они тогда становятся почти символом вот этой вот изрезанной щипцами груди там когда-то, тогда. То есть только это знак, который вот возможен здесь, сейчас, а не там и тогда, да? Вот там и тогда была бы круть щипцами изодранная, да, а вот здесь вот эти вот изодранные перчатки, то, что осталось. А мы почему недоговорили? Ну, скорее, я отпустила эти детали. Как-то, ну, не пометила. И с этой точки зрения вообще интересно посмотреть костюм. Вот как он как он соединяет два эти, казалось бы, совершенно определенных образа. Вот все-таки Дунечка здесь, а Свидерегаев жалеет, что не давала природа родиться там. А вот может быть что-то в области есть, что указывает вот на это все-таки как бы единство какого-то образа второго или третьего века, да, и того, который сейчас. Да, кто-то. Спасибо большое за обход. Есть еще вопрос. Можно? Вы вначале очень интересно говорили о гардеробе Достоевского. Может быть, я прослушала или вы не указали откуда, собственно, вы все эти сведения начали? Эти сведения я брала из интернета. Нет, о гардеробе Достоевского. А, о гардеробе Достоевского. У меня был диск, где полное собрание сочинения Достоевского, и там были его дневники. Именно там я нашла дневники Его уточни, это в его дневниках написано? Да, в его дневниках. Не в дневниках Федора Михайловича написано? Я сама писала с Анной Григорьевны. Там тоже было это указано. Я так призываю, что это дневниках все-таки Анны Григорьевны. Нет, нет. Спасибо. Спасибо. Все? Спасибо. Спасибо. Александра Верткова или Верткова, Верткова. Хорошо. Великий Новгород. Против кого направлен бунт Раскольникова? Против кого направлен бунт Раскольникова? Во все времена людей привлекали сражения, бои, противостояния. Называйте, как хотите, но смысл один. Должен быть победитель и проигравший. В искусстве существует множество примеров войны добра и зла. Представители второго обычно являются типичными шаблонными антигероями. Но что, если бы этим злодеем был не какой-нибудь циклятый враг главного героя, а он сам? В романе Федора Михайловича Ристоевского затрагиваются важные нравственные философские проблемы. Решаются такие внутренние вопросы, с которыми человек сталкивается вне зависимости от времени, в котором живешь. В центре романа Родион Раскольников и его разногласия с самим собой. На протяжении всего произведения Раскольников никак не может договориться со своим внутренним я. Одна его часть желает сознаться, а другая же, напротив, хочет оставить все как в прести. Кто-то бы назвал эту первую часть личности совестью, но мне кажется, что дело не только в ней. Нас привлекает этот персонаж именно своим противостоянием самому себе, внутренней борьбой, битвой Раскольникова с Раскольниковым. Родион делит всех людей вокруг на высших и низших, но не замечает, как сам разделяется на два человека. Все твердят про бунт Раскольникова, но никто не уточняет, против кого же выступает главный герой. Против правительства? Против социума? Против системы? Или же против самого себя? Раскольников издевает этот самый нежурористический бунт, явившийся следствием его теории сверхчеловека. Согласно ей, все люди разделяются на обыкновенных и необыкновенных. По утверждению главного героя, «Чтобы принести человечество в пользу, необыкновенные люди имеют право перешагнуть через иные препятствия единственное в том случае исполнения идеи этого потребности». Раскольников считал, что эти люди должны по природе своей быть непременно преступниками. Тем самым он оправдывал преступление, если оно было совершено ради какой-либо благородной цели. На основе этой теории главный герой романа стал зарождаться из-за мусора преступления. Раскольников задавался вопросами «Осмелюсь ли я переступить или не смогу, тварь ли отражащая или право имею?» Конец цитаты. И он решается на преступление. Он позволяет себе убить глупую, бессмысленную, ничтоженную, злую, больную старуху, взять ее деньги и загладить это крохотное преступление самими тысячами добрых дел. Раскольников убийца по теории. В своем преступлении он глубоко неправ. Прежде всего, уложена была сама теория этого человека. Но, по моему мнению, самым главным, в чем освобождался Раскольников было то, что уже совершив убийство, он не считал его преступлением. Он оправдывал себя и не испытывал чувства вины. Признаваясь всеми мурмилатов, он говорит, цитата, «Я ведь только Бош убил бесполезную, гадкую, зловредную, а после добавляет, старушонку эту черту била, не я». Конец цитаты. Раскольников постоянно противоречит самому себе в своих суждениях. Он не хочет быть как все, но в итоге все равно поступает по совести, сознаваясь с преступлением как того желает общество, как принято, как все делают. Я не пытаюсь его обвинять, понятное дело, что у него не оставалось выбора, да и продолжать жить с этой душевной травмой он не мог. Но все же в попытке сбежать от устоя в социум, от неписанных правил общества Раскольников еще больше приблизился к ним, признавшись, он стал обычным убийцей. Он стал таким, как все. Радиот Раскольников так вольно и самоуверенно разделяет людей на две категории, нисколько не сомневаясь в правильности своей теории, а потом так же смело решается проверить ее на деле, что в результате складывается впечатление вседозвольности, которую позволяет себе герой. Как будто он уверен, что ничего ему не будет за то, что он, испытывая себя, убивает, совершает самый ужасный грех, который только можно вообразить. А мучения его и терзания связаны лишь с тем, что он не смогет оказать, что право имеет и не тварь держащая. Он такую значимость придает своим домыслам, практически забывая морально пустое и элементарно законы. Да, он романтика и идеалист, стремящийся измерить мир к лучшему, но это не дает ему право ставить такие эксперименты. Как уже было сказано выше, в литературе было описано много примеров разговорения личности героев. Были как диагностированные случаи, так и элементарная разногласия с внутренним голосом. К примеру, американский филолог и психолог Дэниэл Кис написал книгу до сих пор хранящуюся на полке бестселлеров про своего пациента Гилли Миллигана, который страдал очень серьезным расстройством личности. У него было целых 23. К роману «Поступление и наказание» этой книги не имеет никакого отношения, но зато можно увидеть контраст между якобы больным Раскольниковым и настоящим нестабильным Билли. Раскольников нашел себе свою правду и пытается исследовать. Только он против него общество и здравые люди, между прочим, те, кого он называет правоимеющими преступниками. Он эгоистичный своевольный идеалист, который никогда не добьется своей цели. Желание изменить мир к лучшему — это всегда хорошо, но намерениями должны быть адекватны, аналогичны и позволительны. Они не могут основывать те лишние идеи, которые человек удержим. Слишком непредусмотрительно полагаться на свое собственное «я», при этом постоянно с ним споря и конкурируя. Пожалуйста, вопросы. Ну, если ни у кого нету. Вот, скажите, пожалуйста, вот вы поставили на самом деле очень интересную тему. А дальше вы... Вообще вам текст дальше не понадобился. То есть вы, вероятно, читали роман один раз. Я думаю, что я не ошиблась, если я это так положу. И дальше вы просто описываете свое впечатление от личности Роскои. А ведь тема-то очень серьезная. Против кого направлен будут. И вы даже, как бы, вначале сказали, что на самом деле пункт против себя самого. Так вот, что бы в тексте давало нам указание на вот эту вот борьбу с самим собой? И что это, собственно, за две разные личности? Ведь это было бы очень интересно посмотреть. Я не думаю, что вы сейчас возьметесь даже отвечать на этот вопрос. Ну, потому что вы сделали весь доклад и даже не пытались на него ответить. Вот. Но ведь это очень интересно посмотреть по тексту. Потому что вот то, что вы сейчас нам представили, это ваше первое, так сказать, впечатление от, что называется, встреченного текста, ну, или встреченного человека, да, которого вы, так сказать, взобрали и осудили, обсудили и осудили в соответствии с какими-то своими априорными представлениями. Вот. А вот того, что вообще в самом рамоне, вы даже этого еще пока не тронули. Тронули только вот этим вот постановкой проблемы. Вот. Мне интересно, почему? Потому что проблемы вы поставили очень хорошо. А дальше вы проделали вот этот вот, так сказать, то есть как будто постепостановки проблемы, вообще текст от вас закрылся, вам больше не понадобился, и вы вообще к нему не вернулись. Мне просто очень интересно, почему это произошло. Ну, да, правда, читала его на один раз. Ну, это, это видно, это ни с чем без путажа. Ну, я вообще восхищаюсь, как Достоевский, в котором они описывают именно психологический тип своих персонажей, и... А он не описывает психологический тип, у нас совершенно другие задачи. Ну, конечно, ну, не ставить себе цель писать, но все равно в процессе нашего знакомства, ну, знакомства, читая себя с героями, мы все равно понимаем, какие это люди, и, ну да, я наверно ушла в процессе. Как вы эту тему поставили? Ну, вот вы мне скажите. Потому что, вот, судя по тому, что вы прочляете один раз, и у вас захлестнули эмоции, вы не должны были бы поставить такую прекрасную тему, а вы ее взяли и поставили. Вот как вам это? Мне задаюсь вопросом начали против Кадможа. Я поступаю на мой герой, но он часто макурирует сам с собой. А дальше я просто раскрываю его, ну, практически. Не, а дальше вы ничего не раскрываете. Вот вы поставили эту гениальную тему, через которую вообще можно весь роман просмотреть, и дальше вы все закрыли. Вот, как вам это удалось, для меня совершенно непонятно. Я думаю, что вы абсолютно гениальны, но почему-то не решили следовать для собственного первоначального установки. Потому что, ну, это мне не должно было получиться, а у вас получилось. Попробуйте, это чрезвычайно интересно, если вы посмотрите, на сцене не посмотрите по роману, что вообще и как, то есть где вот эта одна половина, реально, в тексте, так что вы могли не сказать вообще, как бы о своем представлении, потому что вы сказали, вот здесь, вот здесь и вот здесь, да, вот это одна половина. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот это совсем другая половина. Вот, собственно, как бы, вот где они входят в противоречие, где, собственно, вот этот пузел конфликт. Вы себе представьте, как это будет? Это интересная работа. Даже точно совершенно. Никаких сомнений. Попробуйте, это очень интересно. Спасибо. Какие еще вопросы? А почему ты считаешь Раскольникова идеалистичным эгоистом? Потому что он думает, ну, я, как уже, я в своей работе написала, что он весь роман, подожди, не все романы, он задается вопросом к, ну, после того, после совершения преступления, он задается вопросом, к какой, какой же категории он относится. И мне кажется, это слишком эгоистично думать только ну, в этом направлении. Нет, ну, он, не знаю, это, конечно, может, мое мнение, но он на других живетах тоже думает, ну, там же и думает, что он совмагает. Ну, это же было. Почему все-таки эгоист? Ну, в первую очередь, он пытается, он хочет изменить мир. То есть, ему не нравится то, что его окружает. Он хочет изменить, но он хочет построить, построить это именно по самому себе. Так, может, тогда он натруист? Мир. Почему по тебе-то? Мир тоже не труп. Кто так считает? Может, это не так? А, то есть, вы считаете, что это не так? Что он так считает? Или это он считает? А где он так считает? Вообще, вот по конкретным поступкам Раскольникова, вот эти, вот сосчитать, то он вообще все отдает. Всем помогает. Даже, когда там его судили, помните, его вспомнили, что он как детей спас, вытащил, из огня вытащил. То есть, а представьте себе, ну вот на минуточку, мы же там перечисляли от Достоевских, ну вот вытащил и вытащил. А вот просто представьте себе, вот так, на своей, вот, кожа, жарко там, все трещит, ужас какой. Жарко не то слово. Там кожа трескается, а он туда везет, чтобы сесть, спасти. Это вот эгоист такой. Ну как-то что-то не, вот в этом смысле, вот, перечитайте. Там много чего про эгоизм, но вот... Скажите, пожалуйста, вот такую постановку проблемы, вы где-то еще у кого-то, в какой-то нотерятории видите, или вообще, что вы читали? Ну вот я упомянула в своей работе книгу про эгоизмилика, но там про диагностированные случаи, которые существовавший человек, а вот ты, я не знаю, наверное, сейчас мы с ним не имеем. Нет, я имею в виду, по отношению к этому роману, Достоевских, не просто бунь человека против самого себя, вот эту проблему, бунь Раскольникова против самого себя. Кто-то еще вставит? Узнает. Гениально поставит. Пускай... Чек это сделал самоксалю. Пускай теперь гениально раскрывает. Мы ждем вас на следующих чтениях с гениальным докладом. С нетерпением. Да. Спасибо большое. Спасибо. Сергей Скуратовский, Нижний Новгород. Разговор Раскольникова со смертью. Какая у тебя дурная квартира, родя, точный гроб. Польферия Александровна. Разговор Раскольникова со смертью. Средневековая моралите смерть, частая героиня, может приходить в разном облике. Может быть молчаливой или говорящей, но одно не меняется. Она всегда приходит и всегда забирает. Она всемогущая и непреклонна в этих двух действиях. И обычно для этого человеку достаточно, чтобы бояться. Неизбежность смерти сталкивается с желанием жить. Один из четырех базовых или эссенциальных конфликтов личности. Бывает так, что смерть говорит с человеком не языком горя, языком потери. Как правило, такой разговор начинается со слов смерти. Привет, я есть, я рядом. Но каким будет разговор, если человек начнет его первым? Спросим у Педра Михайловича и Диана Романовича. На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь? В течение целого месяца до этих фразы Родиан Раскольников говорит со смертью про себя, мысляем шотом, превращая мечту в предприятие, опираясь как на костыр на свою теорию и готовиться заговорить в слух. Это химфернальный запрос на добавление в другие. Пока что смерть молчит. Поле активное действие Раскольникова и его проба призывают смерть ответить. Выходя в процент, что Раскольников понимает, ответ получен, заявка друзей одобрена, страх заставляет его торговаться, оставляет последние деньги у Мармеладова, у Городового, доказывая себе, что он попут в сторону общества, который надо. И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способна при завершении сон про убийство уложили? Смерть ответила кто же шел. Как человек переживает потерю близкого? Осознание приходит постепенно, преодолевая защиту разума. Первой реакции не может быть. Защита работы мирострадающего и умершего разделены в четкой границе невозможности. Отрекаясь от реальности, человек запирается внутрь себя. Как и не помогает, миры прорываются друг к другу и горющее оказывается в их промежутке. С одной стороны, видение о живом человеке, а с другой, подготовка к похоронам. Чем далее, тем более, размывается защитная полотина и человек встречается лицом к лицу с тем, что произошло. Подготавливая себя к убийству, Раскольников производил все вышеупомянутые шаги, приближаясь к разрешению на смерть. Но с одной ужасающей разницей табу разламывались не реальностью, а волей Родиона Романовича. Остальное все предрассудки, а не только страхи напущенные, нет никаких преград, и так тому следует быть. Именно его воля выстраивала происходившие с ним совпадения в виде ступени к решению громко высказать смерти то, что он о ней думает. Но защита от смерти все еще работала, поэтому каждому совпадению находилось внутреннее оправдание. Мол, это не я со смертью говорю, это она со мной говорит. Иничтоженный трактивный разговор и топор, так, кстати, нашедшийся возле Дворминской, все это для Раскольникова были предопределения, случайности, нерассудок и без. После подслушанного разговора об отсутствии Елизаветы с татой, он вошел к себе как приговоренный к смерти, но на этой лестнице не хватало еще нескольких ступенек. Случайностей, совпадений, предопределенностей не хватает для того, чтобы начать разговор. Их недостаточно, чтобы опереться. Нужна внутренняя идейная опора. Ее создают два события рассказ Мармелла о Лассоне и Смоматери. Лестница построена. День убийства. Родион Романович говорит со смертью, чуть повысив голос от шепота. Он находится в Междумире и с одной стороны есть супов сад, фонтаны, площади, с другой и его пока молчалевая собеседница. Так верно те, кого идут на казнь, пролепливаются мыслями ко всем предмирным, которым встречаются по дороге. Что говорит Раскольников к смерти? Смерти, когда входит в квартиру Алены Ивановны, когда заносит топор над ее головой. Я есть, а здесь я могу. А смерть отвечает ему. Я вижу тебя. Они говорят в полный голос, глядят друг на друга. Родион Романович готовится стать Наполеоном, но их беседу прерывает Елизавета, к которой не имеет никакого отношения. Она пришла из другого мира, где не ведется столь страшных разговоров со столь страшным собеседником. Раскольников второй раз говорит, я могу, но к этому не умер никаких оснований. Что происходит после убийства? Раскольников сказал смерти все, что мог. Встреча состоялась, разговор входит, закончен. Смерть уходит, как и в течение прощаться. Родион Романович тоже пытается уйти, но не может. Статуя вдруг показалась ему, что он точно отрестенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют близко, убить хотят. А сам точно прирост вместе с другими руками к шеи не верно. С каким трудом Раскольников удается сохранить равновесие, балансируя между действительностью, которая вызывает и действием, в которой надо убегать, прятаться, заметать следы, избегать ловушек порфирия, и затягивающим, засасывающим миром, где из любого угла на тебя смотрят смерть, превратившись не в воспоминание, а в напоминание. Вдруг он вспомнил, что кошелек и вещи, которые он вытащил у здоровья и сундука, все до сих пор у него по карманам лежат. Выбрав все, даже вывозь эти карманы, чтобы уставиться, не остается ли еще чего, он всю эту кучу перенес лугу. Там, в самом углу, внизу, в одном месте, были разобранные насаженные стены обои. В тот час же он начал сюда пихить под эту дыру, под бумагу вошло, все с глаз доложи, шелек тоже радостно думал, он приставлю, тупо смотря в угол, вот так и все больше дыру. Вдруг он вздрогнул от ужаса, боже мой, что он отчаяний, что со мной, разве это спрятано, разве так прячут? Организм старается спасти его от этой развойности, скружая забытье, сон. Точно так же, человеку, потерявшему близкому, все происходящее долгое время кажется сном, и непонятно, где именно сон, в какую сторону его сам человек находится. Он рассказал ему, что он уже месяц лежит, в другой раз все тот же день идет, но о том, о том он совершенно забыл, в той же минуте напомнил, что о чем-то забыл, чего нельзя забывать. Терзался, мучился, припоминая остановок бешенства или стонал, впадая в бешенство или в ужасный невыносимый страх. Невозможно одновременно разговаривать со смертью, ждать от нее вестей, принимать радостную счастливую мать сестру. Невозможно с благодарностью принять двух гривен от сердобольной девушки зеленого зонтика. Невозможно радоваться бескорыстно дружеской помощи разумительно. Он вдруг ощутил в кулаке своим зажатой двух гривен, нарожал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду, затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал сам себя, всех и всего в эту минуту. Конец. Хоть смерть и ушла напрямую из диалога, Раскольник не перестал себя разрывать. Диалог превратился в монолог, жуткий для Родиона роман с своей безответностью. Он помнит, что смерть сказала ему тогда. Я вижу тебя. Видит и сейчас. Смотрит, слушает и молчит. Именно поэтому он залезал в эту беседу с заметом в хрустальном борце. Именно поэтому припомнился ему до чрезвычайной ясности ощущение одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, ступором за порт прыгал, они с дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать, ругаться с ним, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать. В конце концов, в плоских голливудских перестрелках в такие моменты герой, не выдерживая накалы обстановки высорваться из-за угла и получать смертельную пультуру. Раскольников умирал от страха. Вызыв в контору квартального надзирателя, обмен сплетнями Анастасии Зосимовой и Разумихиной, встреча с таким похожим на него с Витри Гайловым, наконец, самое страшное, встреча с мещанином в лицо сказавшим «убивец». Все это были надрывные попытки услышать ответ смерти. А тот момент, когда смерть ответила ему, тихованко, шепотом, Родион Романович со странным ощущением равнодушия и без участия «пропустил мимо ушей». Он взглянул и увидел женщину высокую с платком на голове с желтым продолговатым и спидным лицом с красноватыми впавшими глазами. Она гладела на него прямо, она вообще ничего не видала, никого не различала. Вдруг она скатилась правой рукой, оперила, подняла правую ногу, замахнула ее за решетку, затем левую и бросилась в канаву. Конец цитаты. Утопившаяся в Росиночку была первой в поразе смерти после долгого «Задавленный лошадью мармеладов был второй фразой смерти, которая была произнесена громче и четче. Здесь свидетелем не останешься, не пройдешь». «Как же вы, однако, шкройю замочили», заметил Никодим Фомич, разглядев, присветив фонаря несколько свежих пятен на жалет раскольников. «Да, замочился я весь в крае и проговорил с каким-то особенным видом раскольников, затем улыбнулся, гемнул головой и пошел вниз по лестнице». «Он суетит», конец цитаты, он суетится, и со старой старухой. Здесь он, соболезнующий, эта роль была ему предложена, и взял ее на себя. «Собеседница третий раз», говорит с Радоном Романовичем, через Ветерину Ивановичем. «Здесь происходит интересно, но не сразу заметные изменения. На ее похоронах раскольников чувствуют себя необычным. Он честно стоит всю паникину». Смертный ужас никуда не пропал, но появилось странное невнятное ощущение, описанное Федором Михайловичем через недомолк. В одной харчевне перед вечером пели песни, он просидел целый час, слушая и помнил, что ему даже было очень приятно. Но, наконец, он стал вдруг опять беспокоен. Точно, угрызение совести вдруг начало ее мучить. «Вот сижу, песни слушая, разве это мне надо наделать? Как будто, подумал он. Впрочем, он тут же догадался, что и не это одно его тревожит. Было что-то, требующее немедленного разрешения, но чего не осмыслить, но словами нельзя было передать. Все в какой-то клубок сматывалось. Здесь раскольник с кордящей, просто сам не понимает это. Он идет за смертью, путь продолжается, он целиком на этом пути. Прямое обвинение Порфири вызывает на вспышку смятения, но таких давно не бывало. Но не такую сильную, как тогда, когда мещанин, не отделенный никакой исполнительной властью, так же говорил ему в лицо убийцы. Самоубийство Средригайлову крайняя точка. Смерть подголожила Романовича к зерклу и предложила посмотреться. На похоронах Катерины Ивановны Средригайлов ведет себя точно так же, как и раскольник тогда, когда сдавили мармеладу. Это я, говорит Роскольник. Он виновный, но осознательно только в Сибири, то не сразу. Соня. Соня была проводником, она прошла этот путь одна и потом еще раз с Родионом. Ведь в Алисе у Креста был место конкурса. Я пойму, я про себя все пойму, упрашивала она его. Она и понимала. Поэтому никто, кроме нее, даже сам Родион не смог рассказать о своей жизни на Катуре. Никто, кроме нее, не смог рассказать Роскольнику про смерть Кульхера Александровна. Никто же смог так понимающую удивиться от вас при внешнем переживании у него. И вот каторга кушения. Последняя для читателя. Беседа смерти Ердиона Романовича. Здравствуй, я вижу тебя, говорит Роскольник. Наконец-то отвечать тебе и уход не попрашиваешься. Спасибо. Спасибо большое. Простите за телефон. Я больше не могу, я его отключу. Это вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Сергейна. Я хотела поговорить проще за интересную тему, потому что действительно встреча регионов с смертью это тоже стоит посмотреть. Конечно, У меня возник такой вопрос. Говоря об этом, вы преимущественно описываете то, что Роскольников в этот момент встречи со смертью, с каким-то опытом смерти, видит, чувствует, делает, но при этом, несмотря на то, что у вас часто употребляется слово, диалог, разговор, и так далее, и так далее, вы, как мне показалось, практически не рассматриваете то, что герой говорит вербально буквально. Это намеренно, если кто-то входит в замысел, или можно мне показаться? То, что герой буквально говорит словами в эти моменты. Для меня на самом деле было интересно то, что он говорит сам себе, его внутренний диалог, и тот внутренний речь, о которой он говорит. А как это выражается? Вот хотя бы момент с эпизода, когда он прячет вот это наворованное в дыру подобой, разве так спрятано, разве так прячет? То есть вот здесь он говорит с собой и находится в этом международном мире. Кинь, это вот, скажем, вы сказали, что Раскольник говорит «Я могу», Смерть говорит «Я тебя вижу». А как это выражается в тексте? В действиях. В тексте, ну вот, собственно говоря, в авторском тексте. В авторском тексте и вы их или их можно? Да, сейчас я хотела притерпеть, но я думаю, объяснить, что сейчас произошло. Потому что иначе это так и будет разговор двух непонимающих друг друга с совершенно стороны. Значит, вот, господа, до сих пор мы имели дело с тем, что более или менее можно назвать экзегезой текста. То есть вы, как бы, анализируя текст, идете или пытаетесь идти, или вам это не удается, потому что вы один раз прочитали роман, но, в общем, более или менее вы настроены на то, что вы идете вглубь текста, так сказать, и выстраиваете какие-то связи, которые есть с самым текстом. Сейчас мы имели дело с экзегезой. То есть это, когда человек берет и надстраивает над текстом, то есть он не идет вглубь, для того, чтобы достать те смыслы, которые лежат в тексте, а он выращивают из текста свое совершенно другое на самом деле художественное произведение, надстраивая над текстом, который вот это произведение, оно только как бы корнями уходит, оно только питается, оно только получает первые импульсы вот от этого самого текста. То есть это прямо обратный процесс и ход мысли. Это вот кейс-экеза, который тоже давно существует и давно употреблялся даже по отношению к священным текстам, но это просто совершенно другой путь. Поэтому когда вы пытаетесь выяснить, каким образом шла экзегеза, а перед вами экзегеза, вы будете говорить, так сказать, не понимая друг друга и не получая друг от друга должного вот. Вот. Все, я тогда молчу. Теперь можете задавать вопрос. Спасибо. У меня вот только такой вопрос. Помните, вы так все уложили в свое построение, да? И там у вас диалог со смертью соединяется с тем, что вот Раскольников весь в крови. Вот. Помните там дат-стата? Да, дат-стата. Но вот вчера был доклад и там девочка говорила о том, что это вообще-то не та кровь, которую он пролил. То есть это кровь Мармеладова, которую он вообще не скрывает. И если посмотреть внимательно в тексте, вот то, что она вчера не говорила, то он вообще-то про нее потом еще и говорит. То есть здесь-то речь как раз идет о диалоге с жизнью. Если выстраивать по вашей логике, которую Татьяна Александровна так научно объяснила, я догадалась, то там-то другой разговор немножко идет. Вы-то уложили все со смертью и эти эпизоды... А там второй эпизод, когда приходят Дунечка и Кульхея Александровна, он еще раз подчеркивает, он говорит, что вот я вот не готова, вот вы простите, там кровь была на одежде, Настасья только что там за... И опять это будет кровь, потому что ему почему-то приятно вообще про это говорить, потому что он тогда ощутил жизнь. Да, вот я как раз об этом там писал, то, что он чувствует вкус жизни, то есть это вот вытащенная цитата. мне что-то как-то так вариант, то есть смерть-смерть, смерть-смерть, наверное, я вот уже там... Вам очень прикрыл в жизни все было точно сказать. А, простите, как-то... Нет, я как раз там говорил про роль соболезнующего, да, для меня вот соболезнующие и скорбящие, они встречаются... Спасибо, да, это значит, я где-то смерть ушла и пошла... Спасибо. Есть вопросы? Так, спасибо большое. Итак, Полина Ершова, Старая Русса, роль гиперболы и литоты в создании речевого портрета Павла Смердякова в романе Федора Михайловича Достоевства «Братья Карамазова». Здравствуйте. Мой доклад роль гиперболы и литоты в создании речевого портрета Павла Смердякова в романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазова». Язык произведения Достоевского является объектом пристального внимания в дискуссии многих исследователей. Необходимо отметить, что значительное количество работ посвящено тому, о чем писал Достоевский, каковы образы, идеи, характер, типы его произведения и значительно меньше сказано о том, как он писал, какова особенность языка и стиля. В связи с этим особый интерес вызывает речь персонажа, который является тканью романа, самым художительным текстом, поскольку герой интересует Достоевского как особая точка зрения на мир и самого себя, как смысловая и оценивающая позиция человека по отношению к самому себе и по отношению к окружающей действительности. Анализ речи позволяет как бы выслегнуть отдельные детали, черты и особенности характера интересующего нас персонажа. Особую ценность представляют стилистические приемы, в основе которых лежит отклонение от объективного, в том числе и качественного, оценки предмета, явления качества. В частности, те приемы, которые отчетливо выражают позицию говорящего, его оценку, сообщаемых импактов. Наиболее яркие и информативные из них любебовы и обратные мультуры. Объектом исследования послужил Роман Достоевского «Братья Карамазов». Предметом нашего исследования является речь одного из ключевых гемов произведения Павла Смордикова. Наш выбор к этому персонажу обусловлен интересом к его связующей и в то же время загадочной роли отведенной Достоевским по романе «Братья Карамазов». Цель нашего исследования выявить «Братья Карамазов» как художественного приема в создании индивидуального причины портрета Павла Смордикова. Присматриваясь кричево-физионологами Павла Смордикова, понимая, что определенные отношения к этому персонажу уже сформированы, потому как Достоевский не пожарил красок, чтобы передать своему герою достаточно отталкивающий и несимпатичный вид. Анализ речи Павла позволяет нам лишь нанести дополнительные штрихи и оценки уже сформированы в этом образе. В речи Смордикова было выявлено употребление практически в равном количестве как гипербол в диреклянце и динец, так и литок в 17-й динец. Согласно савару литературных кирменов под редакцией Трунского, гипербола — это стилистическая фигура, состоящая в явно преувеличенном выражении мысли. Литок — обратная гипербола стилистическая фигура явно ненамерного преуменьшения, умаления, уничтожения, имеющая цель усиления выразительности. Или стилистическая фигура наручного смягчения выражения путем замены слову противоположных, но отрицательных значений. Таким образом, гипербол в диреклянце имеет общую основу. Это отклонение от объективной количественной оценки предметов, явления, качества. Однако, возможно это благодаря тому, что в языковом сознании говорящих имеется представление о некой норме тех или иных свойств, состоянии действия. Условием возникновения как гипербол, так и литот является соотнесение высказывания с ситуацией и оценка говорящих ситуаций. Гипербол и литот имеют место только в высказке, которое должно быть соотнесено с этой ситуацией, потому как само по себе оно часто не является явным преувеличением или преувеличением чего-лито. Если разговорные речи гипербол и литоты основаны, как правило, на использовании готовых, имеющихся в языке средств и моделей, тогда как автор художественного текста стремится к неповторимости создаваемых им гипербол и литоты. Принято выделять общеизыковые и индивидуальные авторские гипербол и литоты. Анализ речи персонажа подтверждает отсутствие указанных общеизыковых художественных средств, а имеющиеся можно внести к индивидуальной авторствам, которые могут быть как простыми, так и в развернутом виде, выраженными неискрутимым разом. В художественном тексте индивидуальные авторские гипербол и литоты смогут совмещаться друг с другом, с одной стороны обогащая стилистику произведения, а с другой стороны порождая трудности при их определении толкования. Подтверждением этой мысли служит наличие речи героя синтаксических конструкций, в которых наблюдается совмещение исследуемых художественных приемов. Например, самым высшим божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят. Так даже в тот же микс не то, что как только произнесут, а только что по мыслию произнести, так что даже самые четверти секунды тут не пройдется. Гиперглолитот удостоевствия создается в контексте высказывания путем смыслового сдвига слов и выражений, средствами для выражения как высшей степени явного преувеличения, так и наручного преувеличения или смягчения свойств, признаков значимых как и наручениях. В речи Снердякова у фирмы не хватит достаточно служить первое. Слова с квантерно-сомантической функцией самым, каждый, какой-нибудь, весь, ничто. Например, в гипоте, например, гипеталу. С каждым днем и с каждым часом все дальше сверчает. В методе каким-нибудь самым малым наказанием. Второе. Это усилительно подчеркивающие амодальные частицы даже то уж. Например, гиперболи самых даже высоких лиц. В литоке самая даже малая грязь. Третье. Временные пространственные наличия. Немедленно, дальше, чрезвычайно, теперь, здесь. Например, гиперболи немедленно проклятся. Самый, тот самый высший момент. Четвертое. Наричие меры и степени. Очень, весьма, ровно, вовсе. Например, гиперболи. Им очень на теперь нужны деньги. До последней крайности нужны. В литоке был грешок, то самое обыкновенное, весьма с. Пятое. Прилагательные, высший, великий, целый, последний, один, малый. Например, гиперболи, самым высшим божьим судом. И в литоке дошли до самого малого ребячества. Шестое. Прилагательные, превосходности, первейший, ближайший. Например, гиперболи, самого первейшего графского села. Седьмой, конструкция, указательное местное имение тот, плюс существительное обвинительное подержание. Например, гиперболи, тот самый высший момент. Или тот, тогда же, тот же микс, не то, что как только произнесу, а только что по мыслию произнести. Конструкция, предлога он, существительное дать не подержание. И в литоке в точности по-моему, весьма глупого условия. И девятый, последний конструкция, предлога в львов, существительное предложение подержания. Например, гиперболи, во всей Вселенной о знаках этих знаний. И в литоке хотя бы в одном, только каком-нибудь слове. Соглас классификации Александра Потевни выделяют транзитивные и рефлексивные литоты. К транзитивным относятся литоты, с помощью которых передается презрительное отношение к кому-либо и чему-либо. Если же субъект занимается самоочижением при уменьшении каких-либо сверхособенностей, то речь идет о рефлексивной литоне. На имплексе с этой работой гиперболи и высокоразговорной речи предлагают распространение определения и на гиперболи. Таким образом, в ходе исследования было выявлено преобладание транзитивных и гиперболи над рефлексивными, так же, как и транзитивный литон над рефлексивными. Примечательно, что обильное использование транзитивных литон и чрезвычайно редкое использование транзитивных гиперболи в речи субъект наглядается в части первой сладострастники книги 3 и главе 7 контроллеза, что продиктовано ее философским содержанием. Показательное в этом отношении позиции Смирдякова, впервые высказывающего так открыто своей имени. Накал страстей оправдывается и предметом отговора, а именно значимостью подвига русского солдата, попавшего в плен к азиатам и не отказавшегося под страхом смерти от христианской веры. Однако указанное превосходство литон на гиперболи утверждает на смысле, что Павел в выражении своего отношения к этому вопросу склонен к умолению и уменьшению его значимости. Это позволяет нам делать вывод о некой продуманности подготовленности речи на кондив в качестве персонажа. Единичное использование транзитивных литон наблюдается в части второй проекон книги 5 в главе второй с мельников с гитарой. В диалоге с Марьей Конрадьей, что продиктовано открытостью персонажа данной речевой ситуации. В части второй проекон в этой же дниге 5 главе 6 пока еще очень неясная. В решающем разговоре с Иваном Карамазовым в речи слуги наблюдается преобладание транзитивных литон над транзитивными преобладания транзитивных гипербол над транзитивными литонами, что объясняется преувеличение как необходимое условие для убеждения собеседника. Особый интерес представляет в части третьей книги 11 брата Иван Федорович глава 6 первой свидетельства с Мельниковым, где выявилось полное отсутствие литон при использовании исключительно рефлексивных гипербол данный факт представляет о намеренном мутировании персонажей своих будущих переживаний. Полное отсутствие транзитивных литон при максимальной концентрации рефлексивной в части 3 книги 11 брата Иван Федорович в главах 7 и 8 свидетельствует о предельной откровенности и открытости впервые и впервые об исповедании в характере речи Павла Смельникова. Таким образом, при создании речевого патриита Павла Смельникова гиперболы литон помогают отчетливо отразить многоликость и двойственную сущность, проявляющуюся как в продуманности и подготовленности мыслей и действий, так и в экспонтанности. Характерной чертой является эмоциональная сдержанность в определенных жизненных ситуациях, способность выражать свою точку зрения презрительно торжествую над собеседниками. Использование гиперболы тот и в речи следует о стремлении создать у окружающих преувеличенные или преуменьшенные представления о собственных слабостях или напротив достоинствах, о качествах собеседника, третьих лиц предок или событий. Спасибо. У нас есть вопросы. Марина, будьте добры, скажите нам пожалуйста в тексте как вы видите транзитивную и рефлексивную гиперболу и объясните разницу. говоря о транзитивной гиперболе. Самый яркий пример. Транзитивную гиперболу и рефлексивную гиперла. Транзитивная гиперболу. Пример. Вызовем дуэль самого первейшего графского сына. Такой наиболее яркий. И рефлексивная гипербола. присутствия вашего здесь желаю гиперболу. Почувствовал я это в ту минуту только уж жажда это меня всего захватило. Аж на дуэль персонаж он дает характеристику в данном случае с ней прежде с вами гиперболу. Дальше о другом персонале рефлексивно направлен на себя на свое состояние написывать свои переживания в этот момент транситивное это характеристика состояния и оценка состояния других персонажей оценка явления каких-то качеств так далее то есть как бы вот именно на себя это на правду или на окружающих это на правду А почему называется транситивно потому что транситивный ну я могу это это проходное проходящее возможно выходящее но почему объясните почему ну мы а я как сказать классификации приведенные то есть вы не задавались почему это то есть рефлексивно все понятно транситивно ну да так интересно же было про с вами почему ее так вы не знаете вы с ней знакомы но почему так зовут не я выяснила как сказать ее характеристику только кем призыва не вы а вот уважаемые слова уже до конца я не понятна спасибо есть еще вопросы есть вопросы спасибо большое София Александрова Нижний Новгород понятие чистоты очищения преступлений сказ все и все показывают «Перекрестись и помолись хоть раз», — попросила Соня. «О, изволь, это сколько тебе угодно, от чистого сердца, от чистого сердца». В Евангелии от Иоанна, которую Соня Раскольников читает о воскресении Лазаря, также есть слова Иисуса, знающего о том, что Иуда готов предать его. Иисус говорит ему, «А мы будем нужны только ноги, потому что чистый весь, ибо чистый, но не все, ибо знал он предатель своего, потому и сказал, не все вы чистые». Оказывается, можно быть нечистым, я сознательно не употребляю слово «грязный» в отношении человека. Грязный и чистый — не Антоний. И в том, в декринте, как изображают Радиоанна Раскольникова, различные связаны по преступлению и наказанию. Это мрачный избор, обрешенный человек. На последней иллюстрации крупным паном изображено лицо. Сейчас. Лицо Раскольникова. «Позади толпа, площадь полоска». Художнику удалось передать мимику глубоко выдумавшегося и находящегося ни здесь, ни сейчас человека. Вот Махмур, глаза хрещу, не уважаю. Цитата. Раскольников не привык к толпе, и, как уже сказано, бежал всякую волшебность. А, дошли. Можно все. Смотрите. Проблема с мешкой. А вот на этой менее реалистичной иллюстрации очень четко показаны извинности и болезненности. В образе Раскольникова присутствует нечистота и надмогенность еще до убийства. Впоминаете, словно забитые внутренние мировые дела. Слишком приметная шляпа. Смешная, потому и приметная. По им лохмотьям непременно нужна фуражка. Хотя бы старый блин какой-нибудь, у тебя нету, правда. Никто таких не носит. Звершту заметит, запомнит. Главное, потом запомнит. Там и улика. Тут нужно быть как можно неприметной. Мелочи, мелочи, младая. Эти мелочи губят всегда и все. Софья, а можно чуть помедленнее? Хорошо. Спасибо. После убийства он открылся нечистоте, подчинился, начал постоянно ощущать страх. Взгляните на следующую иллюстрацию. Автор иллюстрации назвал ее «Лестница в доме Раскольникова». Но я назвала бы ее путь. Говоря... Автор. Автор, не знаю, честно говоря, она у меня в книге просто была так подписана. Говоря о чистоте, следует использовать цитаты из эпилога. Потому что ближе к концу книги время чуть быстрее. На 25 страницах он помещается несколько месяцев. Там заметнее всего изменения, происходящие с Раскольниковой. Переломный период в жизни Раскольникова сопровождается тяжелой болезнью. Радион выздоравливает, напоминает в деталях сны, ледяные из бредов. Начались прожары. Начался холод. Все и все погибало. Язва росла и подраздалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые и избранные. Предназначенные начать молодого людей и нового жилья. Обновить и очистить землю. Но никто ведь нигде не видал их в мире. Никто не слыхал их слова и голоса. На этом этапе Раскольников не может поверить в собственное вступление и ощущение. Тяжесть и нечистота долей от них не душат. Можно понять, прочитав, с какой точностью и как герой описывает свои болезненные сны. Весь мир будто осужден в жертву. После болезни Раскольников чувствует себя совершенно больной. Плач — это самая адаптивная реакция, что подтверждается в большинстве психологов. Эта реакция на несовпадение представления человека о мире с реальностью, на отличающуюся от предназначения ощущения. Мы приближаемся к моменту искупления, очищения, выздоровления. Ведь можно сказать, что Раскольников был больным, не только физически. Он плакал и обнимал ее в колени. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни на сердце другого. Он воскрес, и он знал это. Чувствовал вполне всем обновившимся существом своим. Разве не должно теперь все измениться? Раскольников достигает своей внутренней чистоты во многом благодаря Соне. Стань не перекресткой, поклонись. Поцелуй сначала землю, которую ты испугиваешь. Потом поклонись ему света, на все четыре стороны. Скажи всем, вслед. Я убил. Страдание принес, искупить себя им. Вот что надо. Несмотря на то, что сперва она выглядит испуганной, завидой девушкой, несмотря на то, что еще 18 лет, Соня является собой светоточением женской чистоты и мудрости. Для мельческого София при мудрости. В самом начале книги, когда Мальнолазов рассказывает о дочери Раскольникова, он также говорит об особой чистоте. Она теперь чистоту на нем не должна. Денег стоит в себе чистота. Особая это. Понимаете? Понимаете? Ну там помадки тоже купить. Ведь нельзя же. Юбки крахмальные, по хиночку эруху, по фиглядные, чтобы ножки выставить, когда бурюшка лет. Понимаете? Понимаете суды, что значит себе чистота? Эта чистота, на мой взгляд, не имеет естественного начала, не происходит из чистого сердца. Она наружная и искусственно привлекательная. Фиглядная, если хотите. Поясняется, что фигляд – это от польского фигляния, или у жидких локтей. Это было дармайших в личном человеке. Конечно, эта фиглядная, вызывающая привлекательность, не является естественной не соней. Впоследствии Раскольников с усмешкой вспоминает слова Семена Захаровича. А еще раз возвращается к этой формулы, сравнивая с сией чистотой, чистоту намерения ужина. Понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что ужинская чистота все равно, что и сонечная чистота, а может быть, даже и хуже, даже и подлее? Как изображает правильная иллюстрация в формате? Она избранная здесь девочкой, ей сложно ей дать больше 14 лет. И такой видит ее чистоту иллюстратора. Наивная и детская. Стоит помнить, что это странное существо в буквальном смысле отдавало себя за других. Ни разу не по прикрусу этим. Ни Катерину Ивановну, ни отца. А затем последовало, казалось, безнадежным человеком и исцелило его в своей абсолютной любовности. Зная это, я не могу назвать ее девочкой. В чем же сонечная чистота? И что в таком случае называть нечистотой? Вспомним описание жилища Сони. Комната имела вид весьма негарную четырехугольник, а это подавало ей что-то уробивание. Во всей этой большой комнате почти не было ныбли. Бедность была видимая. Даже у кровати не было занавесок. Едва ли такое жилище соответствует Сониному достатку? Девушка живет не для себя. Она дает последние деньги семье, а семье отца. Соня честна с окружающей и с собой. А в смысле слова «чистые» и «честные» помещены на одну страницу. Недавно рядом стоят слова «лишняя» и «ложная». Так может быть нечистота в широком смысле, разумеется. Это все то лишнее, ненужное, что есть в человеке. Мог бы расходник и пысками назвать страниц чистым, любит их у нее дома, например, скрывать салонные шелковые последнями и палантинами, все в богато украшенных рамах. Так, нечистота – это все лишнее, все ненужное, все тяготящее, тяжкое. Разве можно назвать нужным, чтобы пойти на обман или своих лишних целей? Чистым человеком. Образ чистого человека – образ света, принимающий страдания от других милостей. Чистота его в честности и желание заботиться о других. Образ чистой женщины в романе преступления и наказания несколько проще мужского чистого образа. Чистая женщина у Достоевского – это мученица, добровольная страдальница, кроткая и смиренная, но в то же время смело встающая на защиту близких людей. Такие черты Катерины Ивановны, как нетерпимость к нечистоте, восприветливости, готовности берегать женщину и своих детей, также позволяют говорить об ее образе, как об образе чистого света. Такая несчастная, ах, какая несчастная и больная, она справедливости ищет, она чистая. И если снова обратиться к Евангелию, можно понять, что образ Катерины Ивановны, впрочем, как образ Сонечки, это образ святой христианской женщины – мученности. Достоевский рисует женщин за редкими исключениями, кроткими и мужами, принимающими страдания из других существов. Образ чистого мужчины Достоевский изображает войну, проведение, спасение. Этот образ уже нельзя назвать мученно чистым. Как образ женский содержит внутреннюю силу, так мужской содержит силу внешней надежности. Разумихин человек, в чистоте сердца которого абсолютно убежден расходником. И он, пожалуй, становится всем для Зонечки и Пульхии Александрова. Дает им надежду начать новую жизнь вместе, в городке, где будет оббывать наказание орудия. Берет и ведет их за собой. В преступлении и наказании сила женского начала в принятии страданий, в кротости, в заботе и всепрощающей и исцеляющей любви. Мужская же сила, подобная стрелке компаса, ведущей за собой. Эта сила внешне точнее и надежнее женского. Достоевский изображает почти не говорит о чистоте душевной, о скрытой детской. Но многое объясняет и проясняет. Помогает искать начало определенной дороги, смысловой или психологической. Но идти по дороге не нужно в смысле, это хватит. Спасибо большое. Владимир Морсен. Должен стойк. Скажите, пожалуйста, выбор иллюстраций к роману, вы в этом чем-то рукаусеете? Потому что у вас подбор иллюстраций явно какое-то одно издание и какой-то один автор. Это намеренный был выбор или... Это произведение достаточно редко иллюстрирует. Я, по-моему, взяла три иллюстрации из той книжки, которая была у меня. Еще некоторые нашла в интернете. Мне очень понравилась авангардная иллюстрация, где нарисован Раскольников в Омбке, так сказать. Я особо ничем не ухолостываюсь. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы сказали, что чистота символизирует кротость и смиренность, да? Женская. Правильно я не понимаю? Ну, про кротость и смиренность же было? Да. И вот в контексте Катерина меня интересует вопрос. Она же не кроткая или смиренная. Вы видите здесь противоречия? Я сказала, что Достоевский не обращает образ святой христианской женщины к кротким людям, принимающим страдания за других. Катерина, она принимает страдания за других. Ну, насчет того, можно ли назвать ее кроткой, можно поскольку, но она принимает страдания за других, во всяком случае, за своих детей. Она действительно, да, заставляет страдать за всех. А там сказано, по еще речи Мармеладова, Катерина Иванова такого характера, что даже если дети от голода плакать начнут, то она их сразу бить принимает. Это как-то странно ложиться на идею принимать страдания за своих детей. Вот принимается сразу бить, и все. Нет, конечно, можно в целом теорию построить. Придется строить статус, да, у нас нет ничего. Ну, она там ближе к концу книги, она совсем не в себе, точнее, я ближе к концу книги. А потом еще принимала, сказать тоже, даже за Соню, да, Соню. А Соню она как раз посылает на панель. Тоже, в общем, вместо себя. Уж если она принимала страдания за своих детей, могла бы сама пойти. Ну, если приятно. Так, пожалуйста. Да, и по вчерашнему ощущениям, там, от другого стола, вот такой вот Датерина Ивановна, где возникает вот впечатление, вот если связать это с частотой, то, что Датерина Ивановна, она взыскующая, вернее, частоты. Вот, и вот всеми вот силами, цепляющие ее вот отсюда, вот тут у меня покольный лист есть, вот то, вот все. Вот, и вот в этом плане вот так вот, на мой взгляд, соотносится с частотой. Она вот ее ищет, жаждет, пытается найти во всем, что ее окружает. Чистит, между прочим, все время. В том числе и в вещественном, да, умном понимании. У нее и имя, соответственно, Екатерина, это чисто. Спасибо. Но только под то, что вы говорите, это все не покроет. То есть там есть. Что вы говорите? Принимать страдания за. Мы говорим, вот, детишек бьет, Соню на панель посылают, Мармеладова бьет. В конце концов, детишек выводят, чтобы они плясали и пели, а она будет в глубину, ведь. В конце концов, опять-таки, могла бы детишек дома оставить, сама пойти к лесочке. Ну, как Амалия Людвиговна, насколько я поняла, она выгоняла их всех. Из квартиры. То есть она собиралась выгонять всех. Амалия Людвиговна тоже выгоняла из квартиры, после того, как Катерина Ивановна ей сказала и сделала все, что считала нужным. На данный момент. Опять-таки, о том, что дети окажутся на улице в результате, ее справедливых действий с ее точки зрения, она не подумала, да? Ну, то есть, можно сказать, что справедливые действия оскорбляют человека, который организовал себе поминки и вообще, в принципе, партия на хозяйстве. Но партия все равно нуждается, ну, хоть в каком-то основании. А вы как-то это просто проконстатировали, а у нас совершенно другая картина. Спасибо за доклад. Жаль, что в этом году не Наталья Владимировна Шварц, потому что она бы, конечно, вам сказала, что роман «Преступление и наказание» не так уж редко иллюстрирует. И буквально в этом году в Санкт-Петербургском музее Достоевского вышел новый альбом, где... А это иллюстрация 35-го года. Это Шмаринова иллюстрация, в основном только его иллюстрация. А вопрос у меня такой, вот вы там говорили о внутренней чистоте, внешней чистоте. Как они вообще соотносятся в романе? Потому что там периодически герой обращает внимание на внешнюю чистоту. Ну, в частности, у старухи-проценщицы, у Лизавитина. Работа такая чистота только у старых и злых водовиц бывают. Как вообще соотносятся внешняя чистота и внутренняя? Ну, в каждом человеке они соотносятся по-разному. Ну, в романе я июня. В романе? В романе, конечно. Мы же романе. Ваша преступление. Опять же, мне кажется, что там каждый человек имеет свое соотношение внутренней чистоты и внешней. Ну, какой-то метод есть в трудостоятельстве или как это в хаотичном производстве? Метод, мне кажется, что какие-то излишества, то, что лишнее, то, что ложное, в принципе, не нужно, то есть, что какое-нибудь большое количество денег, там, варкотное, эти, я вам провалится в полонатине. Вот это... Нет, чистота. А это не полонатина. Что у вас? Это я привела пример. Я понимаю. Но вы же с текстом работаете. И начинаете приводить по отношению к тексту совершенно свои собственные примеры и говорить, что вот это было бы лишено, а его там и нет. А есть, наверное, что-то другое. Ну, там, например, уставы с процентчатой. Там у нее дома чисто, но у нее там очень много денег, которые она себе присваивает. То есть, чисто не в плане от того, что у нее нет ничего, не нужно. Как раз таки, насколько я помню, у нее там хорошие омейды. То есть, у нее там дорогие, достаточно роскошные вещи. Да бросьте. Там не одно роскошное вещи. Там вся роскошь в чистоте, как раз. О которой вы делали так. А денег там всего 300 рублей указываться. Пошли. Она же работает. Она же закладывает. А деньги она вообще в монастыре срещала. Многородский бюлевый. С расходником пришел. Там, по-моему, в описании потом говорили, то, что вот расходник, он там не нашел денег с сигнациями там больше, чем 300 рублей. Это значит, он забрал только вещи, кошелек, оставался еще. Даже там не заметил. Там все это было. Там сказано, что он не взял дорогих вещей, а взял дешевые. А это вещи складные. То есть, она-то живет вообще в бедности. И еще все, что Резавета собирает от своих работ сторонних, она тоже все сестре отдает. И все эти деньги собираются отдать на монастырь. на монастырь для того, чтобы в молитве поминали львови. А там не говорится, зачем? Да это не важно. Просто, вы говорите, там дорогие вещи есть, а там ничего нету. Там вот самое необходимое, и вот те вещи, которые работают на это самое получение денег, потому что они лежат в закладе, а деньги все отдаются, потому что они вот, так сказать, собираются и копятся на посмертное. Вот это самое поминание, да, конечно, они все вот в монастырь собираются. Вот с таким вот примером. Мы просто факты переводим. Что там в романе происходит? Там очень интересные вещи, частоты происходят. Это вообще тема тоже совершенно вообще дивная. Вот, только вы ее как-то решаете странно, игнорируя то, что на самом деле происходит в романе. У нас есть способ перечитывания романа. Да. Еще. Еще. Спасибо. 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 Жду меня перечитывали. Так, Дмитрий Кузин, Великий Новгород. Кого можно считать маленьким человеком в романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание»? Федор Михайлович Достоевский вошел в историю русской мировой литературы как исследователь человеческих душ. Особенно увлекала писателя судьба и душа маленького человека. Над этой темой также до него задумывались и Пушкин, и Гоголь, и этой мучительной темой пронизан роман Достоевского «Преступление и наказание». Персонажи Достоевского обычно предстают перечитать с уже сложившимися убеждениями и выражают определенную идею и составляют исключения герои преступления и наказания. В романе маленькие люди наделены определенной философской идеей. Это люди мыслящие, но задавленные жизнью. Например, такой герой как Семен Захарович Мармеладов. Его разговор с Раскольником, разговор спившегося чиновника по существу так называемый монолог Мармеладова. В этом монологе Мармеладов показывает нам свою жизненную позицию. Цитата. «Выходите, скажете вы, выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромненькие, и мы выйдем, не стыдясь, и станем, и скажет, свиньи вы, образа звериного, и печать его, но придите и вы, и просвет к нам руку свои, и мы припадем». Достоевский же описывает этого пьяницу, который пустил свою дочь по желтному билету, осуждаем, но также автор хочет нам одновременно показать то, чтобы вызвать долю жалости и сочувствия к данному герою. Приглядитесь к нему, так ли плохо, как на первый взгляд полностью потерянный для общества человек. Ведь он несчастной женщине с кеми детьми руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. А также он больше всего мучается от сознания вины перед детьми. А когда идет домой мертвый пьяный, пьяничного петушка несет младшему ребенку. Или вспомнив его фразу перед смертью. Босенькая. Так ли плохо этот маленький человек? Можно сказать, что его сделало таким общество, более равнодушное и жестокое, чем он сам в своем пьянстве. Теперь предлагаю вам рассмотреть главного героя этого произведения, Родиона Раскольникова. Бедный студент, бросивший университет, живущий в жалкой в детской коморке. Цитата. Он был до того, куда одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем в таких лохотях выходить на улицу. Именно этот герой в начале романа, в моем понимании, является самым настоящим маленьким человеком. Но Родиона Раскольников не такой, скажете вы мне. Он сильным духом. Он не несчастное, униженное, оскорбленное судьбой существо. Он необыкновенный человек. И пусть судьба бросает его в пучину нищеты, из которой он вряд ли выберется. Иде он не намерен сидеть, сложа руки. Он идет на преступление, которое его теория оправдана. Он убил. Убил беззащитную старокупроценщицу и его ни в чем не повинную сестру Лизавету. Он помогает обществу избавлять его от них черной вредной старушонки, пьющей их крови. Не так ли думает наш маленький Наполеон? Как в лобе печально судьба этих маленьких людей, крупновенно низших по теории Раскольникова? Они жили настоящим, умерли, так и не узнав, что ждет его в будущем. Бедные, заброшенные, никому не нужные твари. Такая ли жизнь и смерть ждет Родиона? Нет. Пусть многие со мной не согласятся, приведут массу доводов для опровержения моих слов и будут правы. Но я вижу Родиона Раскольникова по-другому, не только решительным, телеустремленным, но и несчастным, забитым и забытым обществом маленьким человеком. Да, он совершил преступление, потом нашел в себе смелость сознаться. Но сколько мучений принесли ему эти преступления и признания, сколько боли и унижения, злоба и страха вызвал в нем его поступок. Он просто пытается угодить этому обществу. Но счастлив ли он? Нет. Принят ли он этим обществом? И снова нет. Вспомним хотя бы, как относятся к Раскольников такие ничтожные, по моему мнению, люди, как Лужин и Светригаевы. Он такой же маленький человек, как и они. Просто, когда он пошел против законов этого общества, захотел вырваться из бедности. Он боролся, когда мармелады покорились. Он боролся, боролся, упорство противостоял и победил. Победил вместе с Сонечкой, которую я тоже словным правом могу назвать почетным званием маленького человека. Тихое, нежное создание, также покорившееся обстоятельствам общества. Она пошла по желтому билету, дабы заработать денег на еду, хоть как-то выжить в этом мире. Маленький человек Соня покорилась, но не смирилась, она ищет спасение. Как? Где? Служение Богу. Это ее тихая гавань, это ее маленький миров, который помогает ей не сломаться, как это сделали мармеладами. В отличие от Саймачки, Соня и Родион это, так сказать, большие маленькие люди, которые не обречены автором на гибель и притебание в этом обществе. Если Пушкин писал о несчастливой личности для маленького человека Самсона Вейна, Гоголь писал о сословном бесправии маленького человека Башмачкина. То кажется, Федор Михайлович Достоевский писал, что возможно его возвышение над этим миром противостояние ему и надежды на победу. Это спасение маленького человека Достоевский видел в вере, в вере в Бога, его справедливый суд и в надежде на светлое душу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не звукайте. Скажите, у вас дивная совершенно фраза, мне так понравилось. Жили в настоящее, умерли и так и не узнали, что ждет их в будущее. Это вообще... Вы что имеете в виду? Я хочу тебе сказать, что они не представляют, как сложится их жизнь, они не пытаются бороться с тем, что с ними происходит, и они не пытаются выбраться из этой ситуации. То, что они просто... А скажите, пожалуйста, служение Богу это ее тихая гавль. Это у меня тоже совершенно неудачно. А вот служение Богу в качестве тихой гавль это сильная такая мысль, конечно, потому что... Но обычно предполагается как бы что-то другое. То есть, что служение Богу это самое трудное вообще, что можно сделать в человеческой жизни. Самый такой путь, так сказать, горний, тернистый, крутой и так далее. А вы что имеете в виду под тихой гавль? Я имею в виду в этом понимании то, что служение Богу в молитве Ему она как бы ищет в себе не оправдание, а поддержку, надежду того, то, что как бы ей простится то, что она делает из-за того, что она делает это не для себя и не из-за того, что ей как бы плохо будет жить, если она так не будет делать, а из-за того, что ей нужно прокормить семью ее отца. Ладно, скажите, пожалуйста, а где Достоевский осуждает Мармеладова? Ну, это лично мое мнение. Мне показалось текст того, что как он его описывает поначалу. Он показывает нам то, что это спившийся чиновник. и... Вот он его описывает спившийся чиновник. Ковыгута, кто подавал. Ну, я не знаю, как его можно и описать, но он спился из-за того, что его уволили, а не его уволили из-за того, что он спился, мне кажется. Где Достоевский у вас уже? Ну, не знаю. Нет, я говорю, мне показалось, что прям затрудняется. Нет, так же нельзя. Так же, понимаете? Если вот вы что-то утверждаете про текст, то это можно показать прямо где в тексте он находится. А так, если вам показалось, то это значит, надо проверить, оно так или не так. Вот. Да. А вот еще... А большие-то люди кто? Большие-маленькие люди. А то есть... Бывают маленькие-маленькие, большие. Нет, это в смысле... А вот совсем большие. Бывают? Ну, потому что... Вот я сейчас поясню свой вопрос, чтобы просто... Ну, вы поняли, да, что я имею в виду. Вот маленькие, они как бы маленькие, они же в противопоставлении чему-то, да? Когда мы говорим маленькие, мы, как правило, с чем-то соотносим. Ну, потому что любой, любой размер, он относительный. Ну, там муравей маленький по отношению с человеком, там большой по отношению с бактериками. Так вот, если есть маленькие люди, вы, очевидно, их с чем-то сравниваете вот в этом росте, да? Вот в этом маленьком состоянии. Вот с чем вы их сравниваете? Ну, данные маленькие люди у меня рассматриваются, как люди, которые не могут никак повлиять на общество, а в смысле того, что они хотя бы должны изменить сам их себя. А большие люди? Большие люди — это те, которые могут влиять на общество в положительную сторону при помощи, ну, например, там, оператор, он большой человек для понимания всей страны. Вот. То, что он... Ну, наполеон, он, как сказать, исторически он же стал императором, и во Франции была такая ситуация, то, что правил тот, кто может вести войска в то время же. Ну, тот, кто был хорошим полководцем, как я понимаю. Он маленький, но... Ну, лично я затрудняюсь ответить, потому что я не считаю его и большим человеком, в смысле того, то, что... Ну, вот по данной фразе, которую я сейчас сказал, он вроде как и большой человек, потому что он может решать за других, но... Он вообще только это и делал. Да, да, да. Но если рассматривать ту ситуацию, которая сложилась в его жизни, и он не может вырваться из той же... общественной... Сейчас. Как вы говорите? В смысле? Я запутался, сейчас. Ну, вот Раскольников хочет доказать себе то, что он не тварь дрожащая. Мармеладов показывается нам пьяным пьющим уволенным работникам. А Наполеон, он не может выбраться из своей ошибочной теории то, что он должен править миром, только он как бы. И я вообще считаю, что это условие, если будет один император, который будет править миром. ой, а вас? А можно мы прервем диалог, потому что у нас еще три доклада, мне кажется, что вообще вопрос в кулуарах можно решить, кто больше, кто меньше. я принимаю упрек. Можно? Спасибо большое. Любовь Головко, Великий Новгород, имена в романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Здравствуйте, моя работа называется имена в романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и «Отмешина». Мой персонаж «Преступление и наказание» это подсказка, которую дает автор, чтобы лучше понять и расцветать характер героев. В ладне «Разведь тайны» появилась у меня сразу после первого «Преступления и романа». Начну с главного героя председения Раскольникова Родиона Романовича. У имени Родиона греческое происхождение, оно означает жизнь вострового «Родиона Родиона» для себя по колодцам. Имя Романа означает крепость, сила. Так автор хочет показать, что персонаж имеет и сильные стороны. Рискуя жизнью, он спасает детей из огня. Цитата «Самая лучшая хозяйка его, вымершая невестой Раскольникова, вдова за гницами, посвидетельствовала тоже, что когда они еще жили в доме в другом, в сети углов, Раскольников во время пожара ночью вытащил из одной квартиры уже загоревшихся двух маленьких детей и при этом был обожжен. Конец цитата. По мере персонажа звучит Раскольник. Раскольников называют такого человека, который не придерживается общепринтых обычаев. Раскольников и был таковым. Он пошел на убийство, отрицающийся нормой общества, вследствие чего произошел Раскольников в душе и раздвоение. С одной стороны, он помогает интернет Магнелатов и в судье, а с другой потом, разумительно, он, цитата, «надмененный горд». Конец цитаты. Гордость настолько глубоко осела в натуре Раскольникова, что он заболел и теории Раскольникова. Таким образом, можно сопоставить значение имени, имя, имя и фамилии. Герой, сила, раскол. Здесь видно, что у Раскольникова есть внутренний конфликт, в котором он не может быть властелец. Также автор через имя главного героя передает состояние России в XII веке. Это еще одна подсказка, которая помогает лучше увидеть влияние на героя. Проходит Раскольников и происходит раскол Родины Романовых. В то время началась полнка старых патриархально-нравственных устоев искаживаясь нового жуазного общественного отношения, основанного с властью земли. Нельзя не помянуть о Дмитрии Прокофьевиче Разумихине, лучшем друге Раскольникова. Цитата. Это был необыкновенный веселый сообщительный неправильный, добрый до простоты. Впрочем, под эту простотой появилась и глубина и достоинство. Конец цитата. Имя Дмитрия означает земля, не случайно, ведь он был из-за ее фундамента макорой для Раскольникова, в чем неоднократно убедились в Польхея Александровна и Дмитрия. Цитата. Вы лучше всех знаете краски вводи, лучше всех можете посоветовать. Конец цитаты. Да и сам Раскольников. Разумих, например, выпускил за силу и заняться его медленно. Отчество Прокофьевич означает успевающий. Успевал он действительно во всем. Был образован, цитата, не только знавший три европейские декарты на цитату. Общительный, не безразличный. Цитата. Сам один содержался суда добывается какими-то работами следствия. Однокоренное слово фамилии разум. Разум это духовная сила, имеющая способность помнить, постеплять, познавать, сулить, соображать, применять, сравнивать и заключать, решать, выводить следствие. Посовность верного последовательного осцепления мыслей от причины следствия и цели конца. Это по словам Редана. Цитата. Разумих, он был тем замечательным, что никакие неудачи его никогда не смущали, никакие другое обстоятельство казалось, могли придавить его. Конец цитаты. Он довольно оптимистически смотрел на все жизненные испытания, правильно делал. Настоящая фамилия его Вразумихин. Цитата. Я вот, извольте, видеть Вразумихин, не Вразумихин, как меня все кричают, а Вразумихин. Конец цитаты. Я так и не нашла ответа на вопрос, почему персонажи называют его Вразумихином, а не Вразумихином, и даже автор идет на перепорную. Без сомнения, Вразумихин положительный и активный заботливый яркий второй роман. Софья Семеновна Мармеладова. Девушка, она была добрая и милосердна, с чистой душой, но, как говорит о ней Мармеладов, цитата, дочь моя, Софья Семеновна, желтый билет была принуждена получить. Конец цитаты. Имя Софьи означает мудро, что напрямую связано с героиней. Она жертвует с собой, чтобы добить хоть кое-какие средства за существование в своей семье. Мальчиха ее Катерина Ивановна так и говорит, цитата, она и желтый табилет получила, потому что мои дети в голову пропадали, себя от нас продала, конец цитаты, но при этом восклицает, цитата, да вы еще не знаете, не знаете какое-то сердце, какая-то девушка, она возьмет, она, да она свое последнее платье с ними, продаст, после пойдет, вам издаст, сколько вам надо будет, вот она какая, конец цитаты. Это основное происхождение имени говорит о том, какая-то была простая и добрая девушка с вашим сердцем, кроме того, очень верующая цитата. От Бога вы отошли, и Бог вас породил, дьявол, и кроме цитата. В имени Софьи Марвелатовой складывается вера, надежда и любовь. Софья слова без веры, она верит в Бога, идет вместе с ним и с верой, она сильнее, поэтому защищает ее. Вместе с верой рядом идет и надежда, Сонечка надеется, что за все ее страдания и муки будет что-нибудь хорошее, если не в этой жизни, то в другой. Любовь же, которую испытывает Соня к расколе получиста, она выходит наружу не словами, а поступками. За это уважает ее и герой преступления наказания. Девушки, носящие имя и отчество Семеновна, отличаются по яйцам, с любовью к ближнему, аккуратной и честной. Все эти качества также характеризуют Сонечку, цитата, замечательные голубые глазки. Она была, цитата, довольно хорошенькая блондинка, конец цитаты, цитата, отца пьяницу непотребного, не ужасая зверствия, пожалела, конец цитаты. Катерину Ивановну и ее детей считала родными, мармелад, и говорила не, что она, цитата, честная девица, конец цитаты. Фамилия мармелада происходит от слова мармелад. Это конфеты из фруктового маслока, картофельной муки и сахар. Получается, что он совмещает в себе и сладость, и простоту. Тогда образ стройник это приятная сладость. Настеревский наделил эту девушку всеми прекрасными человеческими качествами. Это был его любимый женский образ формат. Судерегайлов Аркадий Иванович, цитата, мужчина лет 50, конец цитаты. Один из отрицательных героев романа. Его имя Аркадий происходит от греческого арката, что означает медведь. Первые слова тут приходят на умы медведя опасность, лось, мрачность, коварство. А эти слова характеризуют Судерегайлову, цитаты. Этот человек может быть очень зол, про него входят такие рассказы, конец цитаты. Судерегайловым явился как самым пустейшим и ничтожнейшим он и его теория показывает его по человеку опасным. Эта теория всегда звольности говорит сама за себя. Судерегайлов очень опасным. Это путь в никуда, полное уничтожение от себя и всех своих лучших качеств. Решаясь этих качеств, человек становится пустым, вернуть их уже не получится, отрушение притяжит на рождение. Этот гадкий человек избивал свою жену пустом, находя в этом удовольствие, но затем остался легче его причиной ее смерти. Цитата. А с Марфой Петровной почти никогда не дрались. Мы весьма согласно жили, и она мне всегда довольна оставалась. Пусть я употребила все наши семь лет всего только два раза, если не считать еще одного третьего случая весьма, впрочем, бусмысленно. Первый раз два месяца спустя после нашего брака тот же по приезде деревни, и вот теперешний последний случай. А вы, дружи, думали, я такой изверг, критроград, крепостник и е. Конец цитаты. Вид его, цитата, всегда мрачный, отталкивающий. Конец цитаты. Мужчина с отчеством Иванович, дурчивый человек, это видимо описание взгляда Судригаемого цитата. Глаза ему были голубые и смотрели холодно пристально и в дурчивом конец цитаты. Фамилия имеет глубокие корни. Не более известным представителем литовской аристократии был великий князь Судригайл или Шудригайл. Стоит обратить на этимологический состав фамилии Судригайл. Вторая часть этой фамилии Гайл означает по-немецки похотливый, сладострастный. Единственная слабость у Аркадия Ивановича были женщины. Цитата. «Я человек развратный и праздник говорила на себе. Зачем же бросать женщин, коли я охотник до них? По крайней мере занятия это нет». Его испортила сладкая помещичья жизнь. Он стал ленив и считает, что ему все можно. Негативное отношение к его личности выявляется как учитателя и так у героев. Цитата. «Развратный, низкий, слабострастный человек, говорила Господин и Павелик. Да, он и был таковым. не отвечал взаимностью и отгонял его предложение. Из-за его похоти и домогательства Дуня потеряла место. Цитата. «Это ужасный человек, ужаснее ничего представить не могу конец цитаты», говорит Дуня Светригаеву. В нем идет борьба между жаждой жизнью и голосом совести. Светригаев задает Сонечке вопрос, которым есть горе, даже задушевная цитата. «Так не любишь, не можешь, никогда». Конец цитаты. Дуня смогла разбудить в нем человека, но нравственный закон уже ничего для него не значил, потому что соперегая уже по ту сторону зла. Хоть под конец жизни он помогает устроить детей Екатерины Ивановны попытки спасить душу делать другие добрые дела, но он не может найти себя так, как Душееву уже навсегда и не в душе. Таким образом, имена проанализированы к нему герои действительно подобранными просто так. С их помощью мы можем более точно разобраться в персонажах, в образах, в поступках, в действиях, а главное — в душе. Спасибо. Спасибо. Откуда выбрали значение именем? И отчество. Ну, собственно говоря, и отчество. Я нашла хороший сайт, там так написано все, и вот прям читаешь описание. То есть вы не проверяли? С другими, не сравнивала, с другими сайтами. Потому что, как минимум, в имени Родиона есть еще... Ну, есть значение розовое еще. Есть еще значение розовое, есть еще значение жителю острова Робус, то есть там три варианта. А Дмитрий, например, почему земля? Почему значит земля? То есть вы так спокойно сказали. Дмитрий значит земля. Почему? Я поверила. Не надо. Во-первых, не надо. Мы верим, что не надо. В интернете вам такой раз скажут. Хотя там могут быть вполне настоящие сайтения, но это ваша обязанность удостовериться на том, насколько это настоящая сайт. Вот. Так, Дмитрий, это почему же нет? Дмитрий. Посмотрите еще. Как было родительство? В этимологию. Да, в этимологию. А ты вообще из какого и шефа? Там все интересно. А давайте не будем рассказать. Здесь, наверное, нужно уточнять, какие традиции. Да не раскол. А, да, раскол. Пожалуйста. У меня по этому вопросу по-воду расколев. Потому что, когда мы еще давно, когда я берем первом курсе витами, мне объяснилось, что сик, сик, это на расколе в смысле раскола старого реакции. Но я не знаю. Правда ли? Это у меня очень... Ну, то есть, это то, что по-каку на мере, что летали, мне сказали. Это один из маленьких, маленьких, одна из маленьких, маленьких составляющих вообще лет. Но есть этот момент, что расколе, это именно, не какой-то расколе, а раскола старого реакции? А где в тексте? Не, не, я не знаю. Не, ну, когда нам об этом говорили, они об этом нам сказали, как будто для православного человека, когда говорят о расколе, то именно об этом успели говорить. Нет. Но это не... Передозрение итальянского исследователя, в основном, у меня такое ощущение. Есть Миколка из раскольников, и вот он как раз может быть за ним. Он, но он, да. Он как раз может не старовляет. Он не старовляет, он бегун. Это уже сказано. То есть как раз не тот раскол. Да, это вообще не тот раскол, это секты уже. Ну, там будет употребляться уже слово из раскольников, и не тот раскол, который уже старовляет. тогда все секты объединялись вот этим вот стопом. Я еще вопрос. Поэтому, я говорю, там есть вот эта составляющая, но она не в раскольниках, или соседей. Ну, а с именем давайте, а давайте вы сами посмотрите, да? Мы не будем говорить вам, откуда там Дмитрий. Есть бы возможность посмотреть, вот как. Вот, с Амармеладовым тоже. Да, ведь в «Преступления наказаниях» мы даже вчера говорили об этом на крупном столе. Вот, если бы вы были бы, вы бы уже услышали. Там же ведь двоязычный контекст, немецкий и французский. И то, что вот вы сказали, мармелад, это мармелад с немецкого. А мармелад с французского, это, собственно, обозначает разбитый, раздробленный. Скорее, этот мармелад вот. По сути, по сути, практически синоним расколы. То есть, все-таки, когда рубежные исследования, как-то одним слайдом даже не очень вам понравился, что не рубежно ограничился. Спасибо. Спасибо. Суфья Матушкина. Великий Новгород по следам преступления. Суфья Матушкина. Аспектный мельник написать промо-выскорее и второе преступление в первом металлочном средстве в общей обычной писатель самого брата в 1859 году. Сюжет данного произведения писатель задумал в самой тяжелой и древней сельской важной и не решающей годы своей жизни, то есть, находясь на каторге из последующей ссылки. За этот промежуток времени для него в 10 лет происходит приорождение Достоевского и не действует революционера выстреливающего человека. Это преображение в душе спасает писателя от саморазвожения и дает вдохновение к читанию будущих произведений. Роман «Приступление и наказание» рассказывает историю бывшего студента юридического аппетита «Приступления и наказания» Владимир был убежден, что великие люди двигают этот мир, ведут его к цели своими новыми убеждениями, ведут к лучшей жизни массовой. Жестокость и бесчеловечность этой идеи состоит в том, что для продвижения своих убеждений необыкновенные люди имеют право разрешить себе убийство одного человека, тысячи людей. Цель и правду есть любые средства. Чтобы проверить свою теорию и узнать наконец, к какой категории он относится, Роскольников убивает старуху-пациентку, которая, по его мнению, никому не нужна, и мир будет без нее лучше. Жестокость, как он не привлеклся, когда Родион убивает старуху, неожиданно домой возвращается младшая сестра. Чтобы выйти сухим из воды, случайную свидетельницу нам не жало устранить, что не выдумывалось и сделал главным героем. Именно эти события стали центром сюжета, в пересенции всех мыслей и действий главного героя. Почему в основу романа Рослеевский делал именно преступление? Стоит заметить, что это преступление значительно выделяется среди привычных обществ и беззаконным, и, по сути своей, он является идеологическим. А преступник прошел на него не из-за нужды. Из-за того, что в бедности живет, он решил проявить идею, которая стала святоточением всех его классовских измышлений и не оставляла в покое ни на минуту. Читая роман «Преступление и наказание», больше всего мысли и вопросов, например, называло именно то, что вынесено автором название произведения. Почему Рослеевский пишет о преступлениях, о немотивах, о последующем наказании? Ради ли никому писателю все это знакомо? Ведь написано произведение так, что читатель верит в то, что такое может быть, и что весь сюжет и роман в целом не является ли в следствии «Богатый корядей автора» в совокупности с его писательским талантом. Чтобы ответить на свои вопросы, я обратилась к биографии Достоевского. Некоторые факты из его жизни, главным образом связанные с кружком дрожевцев, по моему мнению, имеют прямое отношение к романе. С чего начинается его преступление? Конечно, с рациона. Итак, толчком их совершению беззакония, в романе «Приступление и наказание» послужила теория о родеом расходниках. Суть данной теории заключается в том, что необъясненные люди имеют право убивать, что для достижения великих целей любви и следствия приемлемы. И читав книгу Белова Фёдор Михайлович Гостоевский, я обнаружила, что Гостоевский ещё до написания романа встречался с людьми, подзамешивая себя необъясненными и считавшими допустимыми продлевать кровь по совести. Это случилось во времена его бунтующей молодости, когда деятельность кружка Петрошевцев полностью захватила местописателя. Ростоевский писал, кстати, «Почему же вы знаете, что петрошевцы не могли бы стать ненчаевцами, то есть стать на ненчаевскую же дорогу в случае из-за летагогерного дела? Ведь те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать. Ненчаевым приятным я бы не смог сделаться никогда. Но ненчаевцам не ручаюсь, может и мог бы в одни моей юности». Вот тут я впервые увидела связь романа «Приступление и наказание», «Жизнь писателя», с опытом его молодости и мудростью послекатрочного периода. Из исторических источников неизвестно, что ненчаевцы во главе с Сергеем Геннадьевичем Нечаевым состояли в радикальном революционном кружке общества народной расправы. В своей жизни с силой Нечаева были нахладены на достижение главной цели – революция, мут. Нечаевцы считают себя предварительными людьми, которые смогут привести русский народ к лучшей жизни и крайнеству в обществе. Но их предваритель был жесток и бессердечен, человеческая жизнь не представляла для него важности, ведь, по его мнению, революция оправдывает самые аморальные поступки даже убийственных людей. Для Нечаевцева кровь по совести – это неотъемлемая часть любой революции. Нечаевский дает читателю обширную почву для размышлений о том, что полностью отрицательных или положительных людей не бывает. Каждый человек может поддаться пагубному влиянию, окружающей обстановке, разрушительной философии, чудовища и убеждения. Может и душа человека расколотся на величасти, полностью противоречащих друг другу. Нечаевский, испытавший это по себе, решил подвергнуть к такому воспитанию родственного раскольника. Как же великий писатель приобрел подобный опыт раскол души. Навшись с детства в Евангелии и хранившись в своем сердце святой образ Иисуса, Нечаевский был увлечен атеистическими идеями Белинского, также входившего в кружок Петра Шевца. Хотя не веря и стала основой нового повреждения писателя, душа Нечаевского всегда была верна Иисусу. Главный герой романа «Приступление и наказание» показано противоречивой личностью и выдерживает мысли, которые держались на кусателях. Душа Родиона Раскольникова находится в конфликт с ей. Истокая моральная теория неравенства людей вступает в борьбу со страданием человека-любия, живущих в сердце главного героя. Элемент барьер и ответственное христианство также сделало область Раскольникова более полной, но в то же время еще более противоречивой. Вот так писатель синтезировал героя романа свой собственный опыт и опыт людей, подавшихся революционным зрением молодого поколения и не всегда понимавших суть тех или иных убеждений, которыми не были требованы. Опыт Катарнки, по последующей ссылке, стал поворотным моментом в биографии Достоевского. Именно там, в моменты одиночества, он очень многодумал о своей жизни и событиях, которые привели его колеску. В своих дневниках Достоевский писал цитата «Помню, что все это время, несмотря на сотни товарищей, я в бесстрашном уединении. И я полюбила, наконец, это уединение. Одинок и душевно я пересматривала всю прошлую жизнь. Я выбирала все это последние ночи, думала, что в мою прошлое судил себя иноумолимо и строго. И даже виной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялось бы ни этот суд над собой и строгий пересмотр прежней жизни. Я думала, я решала, в моей будущей жизни и тех ошибок и тех падениями, которые были прежде. Я ждала, я ждала, поскорее свободы. Я хотела испробовать себя вновь на новом роде. Свобода, новая жизнь после семи измерий. В духовное предложение настоярства из гейса революционера «Времене пилозным человеком» пришло отражение в автобиографическом эпилопе романа «Преступление и наказание». Только на кадре Прираскольников начал свой год в Расхаймере и взял свое сердце в голову. «Читая «Преступление и наказание» можно понять проблемы и идеи волновавши не только Стоевского, но и все передовое общество того времени. В результате жизненных воспитаний писатель пришел к такому длогу. Материалистические идеи нравственно послушают человеку. Таким же убеждением придет его главный и его главный герой». «Все». АПЛОДИСМЕНТЫ Есть вопросы? Спасибо. Спасибо. И последний доклад. Мы привозили Алена Михайлова, Великий Новгород, Роман Федора Михайловича Застоевского «Преступление и наказание» и Роман Аксунина «Эсэс». Читать психологический роман Роман Федора Михайловича Застоевского «Преступление и наказание» до скорого трагога прочитанного на мою книгу «Борис Аксунина и праздник». Роман Аксунина является доводителем произведения великого русского классика. Мне показалось, что будет интересно сравнить эти два романа, найти ее использовавства и различия. Также меня интересовало, наоборот, романы Застоевского будут проиграть себя в современном обществе, наоборот, в нем свое место сохранять для своей нормальной ценности и установки. Еще хотелось понять, с какой целью Аксунина писал свой роман, что он хотел ему показать и что читательство может из него извлечь. Эфм – роман в двух томах писателя «Борис Аксунина». В России вышел в 2006 году. Книга получила широкую обласку. Перед выходом романа была проведена яркая презентация. Аксунин рассказал о том, как возник замысел книги. Цитата. «С одной стороны, сильная любовь к Федору Михайловичу Достоевскому, с другой стороны, интенсивная и его современной попали на скульптуре. Мне хотелось столкнуть эти два языковых пластолбами, чтобы посмотреть, кто кого. Мне хотелось, чтобы как можно больше народа читала классику, интересовалась ею. По своему опыту могу сказать, что их он действительно поталкивал читателя взять в полки настоящие преступления и наказания и прочитать его. Сразу задаешь себе вопросы, а как там, в оригинале Достоевского, такие же ли персонажи, такие же ли характеры, а сам сюжет? И, конечно, на первых шестерам из-за преступления и наказания понимаешь, что здесь все иначе, по-другому. Образы Достоевского намного глубже, персонажи кажутся реально существующими людьми, за которыми ты не наблюдаешь. Сюжет романа «Экран» затручен вокруг пропавшей рукописи-теорики, которая якобы является первоначальным вариантом романа Достоевского «Преступление и наказание». Собственно, сам секс-роман состоит из двух частей, основной части и четырех разделенных фрагментов самой теорики. В основной части их вам Николас Фондорин обрешает поселившийся в России и разыскивает потерянный вариант преступления и наказания. Теорика представляет собой детективную историю, в которой главным героем является вовсе Миродион Раскольников, последователь как Филиппи Кролыч. Интересно мне показалось то, что каждая глава романа имеет инициалу Федора Михайловича, Кобс-Мажор, Фигли, Мигли, Фатамаркана и прочее. Роман выполняет различные иллюстрации совершенно различных сфер нашей жизни. Он не будто паздно складывается в единую картинку, отображающую современное общество с его культурой и богатой историей. В романе Бориса Комина мы встречаем множество ссылок и бродящих нас в преступления и наказания. Поскольку два образа Достоевского современного натуража Комин намеренно их искажает. Попробуем провести некоторые параллели между этими романами. Фатам начинается со слов «Стата». Какого-то июля конкретные числа и рулем в последнее время догонялся мутно, выпал сон из своей съемной хапы в Савинском переулке совсем мертвый. Выпал, значит, и пошел себе в сторону Краснодарского моста. Ничего не напоминает именно с этих слов начинается игра Комина в преступлении наказания. Образ Родиона Раскольников угадывается сразу в двух персонажах о рекомене и взрослом подростке Олиге Севихе, который является главным злодеем Романа Эфэма. Студент Раскольников бросил в университет следствие невозможности содержать себя. В романе Унин сопоставляется с институтом Рулетом, просившим институт изобрет страсти от наркотиков. Инициалы персонажа совпадают Родион Романовича Раскольников и Руслан Рудольфович Ромников. Описания их помнят тоже схожи. И Раскольников и Рулет задолжают квартирные хозяйки и тот, и другой, который день не обедает. Одного пробирает разно патилоги, засевший в голове второго от наркотической ломки. Раскольников убивает по порой староку проценщицу Елизавету. Рулет разбивает голову литературой Леду Морозову, однако он вовсе не хочет его убивать, а хочет лишь достать денег на очередную дозу. Но если разум Раскольников полностью порабощен теорией, ради которой он найдет на убийство, то Рулет находится в зависимости от наркотических средств. Душа Рулета пуста, а разум не тягощен какими теориями. Он не идейный преступник, не трагический герой, а просто городское отредное. Олег Севуха, сын депутата Аркадия Севухи, серьезно болен, поэтому он выглядит гораздо младше своего возраста. Главный герой Фондорина называется о нем так, цитата, тут не только с гормонами не ладно, с психикой тоже проблема. Фраза Олега сказанная в Мике о том, что в жизни нескольких предных насекомых ничего не стоит, очень похоже на фразу Раскольникова «Преступление на наказание», цитата, «Я ведь только вошью бил, бесполезную, гадкую, зловредную». Олег вершит свои злодеяния из любви к родному отцу и руководствуется принципами сильной личности. Он идет на убийство именно одно, как саму серию кровавых и жестоких преступлений. Жертвами могут становиться люди алочные и подлые, бандиты, спекулянты, преступники, но среди жертв живется те, кто в целом никак не мешает обществу». Олег движет на своей теории желания помочь отцу и останавливается ни перед чем. Раскольникова надвижет похожие идеи. Он хочет изменить окружающий его пример к лучшему. После шеф-убийства Раскольников не находит в себе сил продолжать жить так, как он это делал раньше. Его мучает совесть. Олега Севокружен совершенно не беспокоит. Он видит убийство ничего сверхъестественного. Самый про себя говорит следующее. Цитата. «Отинокое сердце, которое сохнет, дрожалеет в темном-темном лесу». Таким образом, если обращаться к теории Раскольникова, то рулет это тварь дрожащая, которая ничего не стоит, а просто существует, а Олег правоимеющий, способный творить и вики дела. Оба персонажи являются пародиями на Родиона. И что интересно, правоимеющий Олег убивает никчемного наркомана рулета, тварь дрожащего. Олег Севуха так и говорит про рулета. Цитата. «Только зря не было коптик». В образе Саши Морозовой, дочери того самого литература лета, которого чуть не в первый лет, угадываются черты Сонечки Морне Ладовой. Одинаково унициалу, схожая внешность. Однако образ Сони вовремя значительно снижается. На первый взгляд, Саша обладает теми же чертами, что и Сонечка. Внутренней чистотой, жертвенностью, незащищенностью. Она искренне верит Бога, продает себя ради того, чтобы добыть денег, необходимых для ее больного брата. Но в конце ремана мы узнаем, что Саша все поиставание вела двойную игрушку твой голоса Пандорина. Мальчики Саши Антонина Васильевна явно угадывают с образ Катерины Ивановны Морне Ладовой. Она выходила за доктор наук с высокой зарплатой, а в результате оказалась жена нищего ученого с больным с ними на руках. Когда Саша устраивается ухаживать за богатым больным, убегая от приставания его сына, Антонина Васильевна, подобно Катерине Ивановне, в сердце говорит, цитата, «Подумаешь, не было бы», а потом осознав сказанное просит прощения. Аркадий Сергеевич и Севух уважают своего покупателя повести Морозов обозначил для себя как святый галлова, стало быть обнаружил черт искусства. Для меня эти черты искусства заканчиваются на совпадении имен этих двух персонажей, похожей внешности и схожих обстоятельств к смерти. Севуха в конце второго тома совершает самоубийство, сознав, что он потерял смысл жизни детственного сына. У Достоевского невозможность вернуться в общество. Также внешне на святый Галлова похож доктор Дзицкая Родина. Дзицкая Родина мечтает прославиться в области изучения человеческого мозга. Как мне кажется, в этом есть что-то от теории и расхода его. В Иоанновре Ивановне Мортуновой эксперте по рукописам Достоевского указывается образ старухи-процентщик с Аленой Ивановной. Она докажет жадный расчет и выищет выгоду только для себя. В коллекционере доказав Ленина Павловича Лузгайбер мы узнаем Петра Петровича Лужина. Он такой же пухотлый мелочный человек, вызывающий отторжение мечтать цитата «Все на свете имени ценно». Правда, есть что-то общее со словами Лужина? Сам Фанзорин подмечает это сходство цитата «Похож, у Лузгайба даже бакинвады есть». Таким образом каждый герой романа Эрнпера делит какого-то персонажа с премиумом не везде удается привести однозначные параллели героев с ними совмещать себе черты сразу и персонажи. Поконин рисует нам современное российское общество как любого трестора. Высшее общество средний класс анти-социальные слои. У героев пополнено совершенно иные ценности взгляда и установки. Каждый из них преследует свою цель. В мире Достоевского все проверяется евангельским законам. Для современного же мира ревангельский закон чуждая материя. Современный мир пройдений престиж связи не среди персонажей оконин людей чужой внесли. Все они совершают преступления и получают свои указания. Коснемся теперь второй части романа теорики. Если преступление наказали голосовский роман заставляющий размышлять вот уже несколько поколений читателей то ее первоначальный вариант это просто депрективно потребов публики. В теорике главный нет теории Клокумина было читать не так интересно как роман Достоевского. Нет ни глубины жизненной мудрости. Не хватает философских рассуждений которые пропитаны страницы романа Достоевского. Не хватает характерных персонажей их мыслей рассуждений. Герои теорики кажутся ненатуральными. Читателю не удается проследить ход их мыслей причиной действий. Но с точки зрения сюжета теорика оказывается действительно увлекательной. Читателю предоставлена возможность поработать в Буковых с Парфиром Петровичем и вместе с ней все-таки зловить преступника. В конце же роман Федор Михайлович в церкви наговорил про теорику следующая цитата «Мочи нет, все чушь, надо и не так, не про то и начать по-другому». После чего начинает писать свой великий роман преступления и наказания. Возможно так Валерий Законин признает свою теорику совершенно неспособной проголиковать с настоящим преступлением и наказанием. Во время написания статистической работы я прочитала много критических статей о романе «Муха». Менея очень разнятся. Одни ругают Акунина за то, что тот покушается на великий Роман Достоевского, превращая его в билетристику. Други хвалят за то, что писатель подпружает в младежный интерес классика. Несомненно, это не несет такой большой смысловой нагрузки как Роман Достоевского. Однако Акунин, переносая героев того времени в современных Борис Акунин создает яркий противопортрет нашей эпохи, открывает современные людские пороки. К тому же, я уверена, большая часть читателей после их романа читает и перечитает канал Федора Михайловича. Книги Акунина одна из генеральных и цитата. Прикольно пишет, надо будет почитать. Естественно, что роман Федора Михайловича Достоевского и Бориса Акунина нельзя ставить на одну ступень. У каждого есть свое место в литературе, и Акунин, как вы кажется, вполне доволен своим ясным гипетересом и генеральным выводом выписывается. Есть и вопросы. Пожалуйста. У меня, собственно, возникнет вопрос, есть такая жажда уточнения. А как вам кажется, собственно, что уже для Акунина вот этот вот прецедентный текст, то есть, собственно, преступление и доказание, это источник только ли для пародии, хотя у вас это слово несколько раз мрикнуло, или наоборот он строит свой текст как-то параллельно, или у Акунина получается, как вы сказали, вот эту вот правдивую реалистичную картину, если это так, это же образно на самом деле, то есть вот эта правдивая реалистичная картина. Ну, такое же правда встречается, например, в нашем сфере. Ну, это сейчас не работает. Нет, я и не не возражаюсь совершенно. Так вот, собственно, как он сам говорит, то есть он очень уважает Фёдарю Михайловича Достоевского, его произведения. Мне кажется, «Неступление и наказание» как бы, у него такой источник вдохновения, то есть ему захотелось перенаподать этот сюжет «Современный мир», то есть, ну, дало какую-то идею в его собственном взрыве. Ну, потому что если эта пародия, это одно, если это реалистичная картина, это немножко другое. Ну, пародия — это преступление и наказание, а получается современная правдивая картина современного мира, то есть он немного переделывает преступление и наказание, и в результате у него отличается наш мир. Получается современный мир, Это пародия на преступление. Я бы Ксении еще хотела задать вопрос. Можно на счет слова пародия уточнить? А это как бы ваша характеристика? Или это вы... Я просто, к сожалению, не читала юридических статей о ЛФМ, личного ЛФМ, но я не читала критику. Это, ну, как бы, откуда слово пародия? То есть, как бы, ну, критики несколько раз я встречала в разных статях слова пародия именно. Ну, может быть, я бы даже не назвала это пародией, я бы назвала это ремейком, скорее всего, как-то так. Вроде это все-таки несет в себе что-то негативное, как мне кажется. Да, можно еще вопрос? Да. Это довольно любопытные параллели провели с сюжетных линий, характеров. А вот на уровне стиля вы не пробовали сопоставить? Здесь же, в общем-то, игра, стиль. То есть, как бы, ФМ, там же две части, то есть современная и современная часть, мне кажется, нету никакого смысла сопоставлять. А именно вот в этой теорике смысл сопоставлять есть. Ну, Акунин, на что я противовнимание, действительно, он как бы пытается копировать стиль Достоевского, использует его слова, там, как бы, цитаты, вот, чисто из текста «Переступление на доказание» есть. Но мне кажется, у него все-таки не совсем это получается. Вот кое-где прям раскалькивают. Ну, с современной церкви, видно, что не... Ну, он старался никакого смысла. То есть, это у него не получается? Или он специально... Мне кажется, он специально, чтобы подчеркнуть, что у Достоевского его индивидуальность есть, и он это подчеркивает тем, что сам, ну, специально как бы допускает какие-то возможности копирования языка. Есть еще вопросы? Спасибо. Мы закончили заседание.